Просветание империи В какой-то мере речь шла о простом выражении общественных реалий, служивших опорой империи. Рим, как весь древний мир, строился на острых разногласиях между богатыми и бедными, и в самой столице эти разногласия приобрели форму пропасти, причем не скрываемой, а сознательно выставляемой на показ. Контраст между великолепием домов нуворишей, которые обратили себе на пользу достижения империи, взяли в услужение множество рабов в месте проживания и отправили сотни их в поместье, за счет которых жили сами, и муравейниками съемных комнат, где прозябал римский пролетариат, выглядел вопиющим. Римляне легко мирились с таким делением. Подобное положение было в большинстве цивилизаций вплоть до наших дней, хотя мало кто из них демонстрировал такое деление настолько откровенно, как граждане имперского Рима. К сожалению, реальные масштабы богатства в Риме все еще остаются смутными для историков. Финансовое состояние только одного сенатора, Плиния-младшего, известно нам во всех подробностях. Римский стиль жизни нашел отражение во всех крупных городах империи. Он был главным для цивилизации, которую римляне насаждали повсюду. Провинциальные города стояли как острова греко-римской культуры в исходных сельских местностях подданных народов. Соответствующие поправки делались на климат. В них находили отражение особенности образа жизни среди замечательной однородности, демонстрировавшей римские приоритеты. В каждом городе были свой форум, храмы, театр, термы, либо достроенные в старых городах, либо специально предусмотренные проектом, в основанных заново. Планы застройки предусматривали прямоугольное расположение улиц по направлениям частей света. Управление городским хозяйством находилось в руках местных воротил, куриалов или отцов города, которые, по крайней мере, до времен Трояна пользовались большой самостоятельностью в ведении муниципальных дел, хотя позже за ними установили более жесткий надзор. Некоторые из этих городов, такие как Александрия, Антиохия или Карфаген, которые римляне основали заново, разрослись до огромных размеров. Самым крупным из всех городов считался сам Рим, население которого в поздние времена насчитывало больше миллиона человек. В этой цивилизации постоянным напоминанием о допустимой жестокости и грубой силе служили представления, проводившиеся в амфитеатрах, понастроенных повсюду. Важно не выпустить их из поля зрения просто потому, что не стоит слишком напирать на так называемый «деканданс», о котором часто упоминают в своих трудах будущие реформаторы, занимавшиеся восстановлением нравственных устоев. Одним из изъянов, по которому мы можем судить о настрое общественного сознания римской цивилизации, следует назвать такие массовые народные развлечения, как бои гладиаторов и представления с дикими зверями. Римляне, радикально отличавшиеся от греческих театральных представлений, развлечения народа в любую эпоху, сложно найти высоконравственными, и римляне формализовали их наименее привлекательные аспекты, построив просторные арены для представлений и поставив воротил массовой индустрии развлечений на службу политического аппарата. Проведение зрелищных представлений служило одним из способов применения богачами своего состояния ради сохранения и укрепления политического превосходства. Тем не менее, мы не можем знать, как в древности развлекали себя народные массы, скажем, Египта или Ассирии, нам остаются единственные в своем роде гладиаторские аресталища. Речь идет об эксплуатации жестокости в качестве развлечения в большем масштабе, чем когда-либо прежде, и что считается одним из непревзойденных зрелищ до XX века. Это стало возможным благодаря урбанизации римской культуры, в условиях которой собирались более многочисленные, чем прежде, аудитории. Изначальные корни таких игр тянутся к этрускам. Но их развитие ускорилось за счет нового масштаба урбанизации и потребностей римской политики. Еще один аспект жестокости, лежавший в основе римского общества, конечно же, заключается в распространении рабовладения. В греческом обществе рабовладение отличалось таким разнообразием форм, что говорить о нем в обобщенном виде не получается. Многие римские рабы трудились за деньги, кое-кто из них купил себе свободу и пользовались определенными правами по закону. Появление крупных землевладений, отведенных под плантации, вызвало усиление роли рабовладения примерно в первом веке. Однако вряд ли стоит говорить, будто римское рабство выглядело более жестким, чем в остальных древних государствах. Те немногие, кто сомневался в справедливости рабства, встречались в Риме редко. Моралисты смирились с существованием рабства примерно так же, как позже это сделали христиане. Большая часть знаний о массовом сознании, существовавшем в древние времена, пришли к нам через религию. В римской религии, со всей очевидностью, отразилась жизнь народа при Римской империи. Но если рассуждать о ней с применением современных понятий, то легко впасть в заблуждение. Римская религия не имела никакого отношения к спасению отдельных душ или определению поведения индивидуума. Прежде всего, она считалась общим делом. Она входила в понятие «республика» и представляла собой набор ритуалов, исполнение которых шло на пользу римского государства, а игнорирование грозило неизбежной карой. Никакой касты жрецов, обособленных от остального народа, в Риме не существовало, разве что оставалась парочка пережитков в храмах, посвященных нескольким особым культам, а исполнение обязанностей жрецов перепоручалось магистратам, должностные лица которых видели в исполнении священных ритуалов мощный рычаг общественного и политического воздействия на плебс. Никакого символа веры или догмы тогда тоже не существовало. От римлян требовалось разве что посещение предписанных служб и исполнение привычным способом ритуалов для неимущего пролетария все ограничивалось тем, что по праздникам он ничего не делал. Гражданские власти повсеместно отвечали за проведение обрядов, а также за содержание храмов в приличном состоянии. Надлежащее соблюдение обрядов имело мощное практическое предназначение. Тит Ливий сообщает о консуле, говорящем, что боги смотрят доброжелательно на добросовестное соблюдение религиозных обрядов, которые принесли нашей стране ее нынешнее ведущее положение. Мужчины искренне считали, что мир Августа был пакс деорум, то есть пророческим вознаграждением за надлежащее почитание богов, которое восстановил Август. Отчасти даже цинично Цицерон отметил, что боги нужны ради предотвращения первозданного хаоса в обществе. Таким образом выражался практичный подход римлян к религии. В этом нет никакой неискренности или неверия. Судить об отношении к религии римлян можно хотя бы по обращению за помощью к предсказателям, толковавшим предзнаменования, и потому что они прислушивались к решениям прорицателей относительно важных политических действий, но в понимании официальных культов ничего таинственного не наблюдалось. Все было весьма приземленным. По содержанию эти культы представляли собой смесь греческой мифологии, а также праздников и обрядов, восходящих к первобытной римской практике, и поэтому в них выпукло отразились традиции земледельцев. Одной из них, сохранившейся в прекрасных символах другой религии, была декабрьская вакханалия Сатурналии, дошедшая до нас в виде празднования Рождества. Но религия, практиковавшаяся римлянами, одними только официальными обрядами не ограничивалась. Самой поразительной особенностью римского подхода к религии были ее эклектика и космополитизм. В Римской империи находилось место для всех без исключения разновидностей религиозных убеждений, при том условии, что их носители не нарушали общественный порядок и не мешали исполнению официальных ритуалов. В большинстве своем земледельцы повсеместно сохраняли безмерное суеверие к своим местным природным культам. Горожане время от времени подвергались новым повальным увлечениям, и грамотное население проповедовало поклонение классическому пантеону греко-римских богов и вело народ к их официальному признанию. В каждом клане и семье, наконец, приносили жертвы своему собственному богу с исполнением соответствующих ритуалов в важные моменты человеческой жизни, при рождении ребенка, заключении брака, в случае недуга и смерти. При каждом доме сооружался свой алтарь, а на каждом углу улицы ставился свой идол. При императоре Октавиане Августе предпринималась попытка возродить старую веру, подвергшуюся некоторому ослаблению более близким знакомством с Эллинским Востоком, к которой несколько скептиков уже во II веке до н.э. отнеслись с недоверием. После августа римские императоры всегда оставляли за собой пост «Понтифекс Максимус» – верховного понтифика. Политическое и религиозное первенство таким образом объединялось в одном лице. Так начиналось повышение роли и насаждение культа императора как такового. В этом отразился врожденный римский консерватизм, почитание римлянами традиций и привычек предков. Культ императора связал уважение к традиционным покровителям, умиротворение знакомых божеств или призыв к ним, а также поминовение великих мужей событий с идеями божественного начала монархии, пришедшими с Востока, из Азии. Именно поэтому первые алтари соорудили в честь Рима или Сената, а в скором времени их посвятили императору. Культ императора распространился на всю империю, хотя только в III веке н.э. такой порядок полностью признали в самом Риме, такими сильными в столице оставались республиканские настроения. Но даже там вожди империи уже тянули в сторону возрождения официального благоговения достойного культа императора. С Востока пришло еще много полезного, и не очень. Ко II веку н.э. отличить исконно римскую религиозную традицию от завезенных в империю иноземных верований стало практически невозможно. Римский пантеон, как и греческий, полностью растворился в почти неразличимой массе верований и культов, слившись неуловимо по шкале опыта, простирающейся от абсолютной магии до философского единобожия, внедренного в народное сознание носителями философской системы стоиков, представителей интеллектуального и религиозного мира империи, проявляли всеядность, доверчивость и крайнюю иррациональность. Тут главное не обольщаться внешней практичностью римского ума. Практичные люди часто оказываются людьми суеверными. Греческое наследие тоже не подверглось полному рациональному осознанию. В первом веке до нашей эры греческие философы воспринимались как мужчины, вдохновленные, святые люди, мистическое учение которых охотно осваивалось по их трудам, и даже греческая цивилизация всегда покоилась на широкой основе народного суеверия и местной культовой практики. Племенные боги встречались всюду на территории римского мира. Все это в значительной мере сводится к прагматической критике древнего римского уклада. В него явно больше не помещалась городская цивилизация, сколь бы численно не преобладали земледельцы, опиравшиеся на него. Многие традиционные праздники были пасторальными или сельскохозяйственными по происхождению, но иногда забывалось даже божество, которому они посвящались. Городские жители, обитавшие во все более усложнявшемся мире, постепенно приходили к потребности в чем-то большем, чем простая набожность. Люди отчаянно хватались за все, что могло придать значение их миру и некоторую степень управления им. Это шло на пользу древним суеверием и новым повальным увлечением. Доказательства можно рассмотреть в привлекательности для римлян египетских богов, поклонение которым охватило всю империю, так как их покровительство облегчало путешествия и общение. Их даже опекал император Луций Септимий Север. Цивилизованный мир достиг большей сложности единства, чем любой из предыдущих миров. К тому же он отличался все большей религиозностью и практически безграничной пытливостью. Говорят, что один из последних великих проповедников языческой старины, Аполлоний Тианский, жил с брахманами Индии и учился у них. Люди искали новых спасителей задолго до того, как его обнаружили в первом веке нашей эры. Еще одним признаком восточного влияния можно назвать популяризацию мистерий в виде культов, основанных на общении носителей конкретных добродетелей и сил с посвященными людьми через тайные обряды. Одним из наиболее известных был жертвенный культ незначительного зороастрийского божества Митры, особо почитаемого легионерами. Практически во всех мистериях отмечается нетерпимость поклонников к гнету материального мира, предельное недовольство им и страх перед смертью, и возможное обещание жизни после нее. В этом кроется их способность дать психологическое удовлетворение, больше не получаемое от старых богов и никогда на самом деле не обещавшееся официальным культом. Они притягивали к себе индивидуумов, они обладали привлекательностью, позже увлекшей людей в христианскую веру, которая в самом начале часто виделась в большей степени новым таинственным культом. Римское правление устраивало далеко не всех подданных Римской империи и даже жителей самой Италии. Уже к 73 году до нашей эры, в период беспорядочной последней эпохи республики, на разгром крупного восстания рабов потребовалось три года, на протяжении которых велась военная кампания, после чего в шесть тысяч мятежников распяли на крестах, установленных вдоль дорог от Рима до южных рубежей. В провинциях вспыхивали бунты местного масштаба, и их причиной всегда могли служить проявления жестокого или несправедливого правления местных властей. Таким было известное восстание Баудикки в Британии или чуть раньше Великое Панонское восстание при императоре Августе. Иногда корни такого рода бедствий лежали в местных традициях независимости прошлого. Таковые имели место в Александрии, где мятежи случались весьма часто. В одном особом случае, когда дело касалось евреев, затрагивались темы, мало чем отличающиеся от мотивов более позднего национализма. Выдающаяся летопись еврейского неповиновения и сопротивления возвращает нас во времена доримского правления, к 170 году до н.э., когда они оказывали непримиримое сопротивление методам вестернизации эллинских царств, правители которых предвосхитили политику, позже проводившуюся Римом. Внедрение культа императора только усугубило все дело. Даже те евреи, которые не возражали против действий римских сборщиков налогов, так как считали, что Кесарю следует воздавать Кесарева, рассматривали как факт богокульства подношение жертвы к его алтарю. В 66 году н.э. настало время Великого Восстания. Мятежами отметились периоды правления Трояна и Адриана. Еврейские общины походили на пороховые бочки. Их щепетильность служит объяснением нежелания прокурора Иудеи около 30 года н.э. решительно настаивать на строгом соблюдении законных прав одного приговоренного человека, когда еврейские вожди потребовали его казнить. Существование империи поддерживалось за счет налоговых поступлений. В спокойные времена налоги, когда их вполне хватало на оплату администрации и поддержание общественного порядка, большой абузой не казались. Но вызывали гнев населения, когда время от времени поборы увеличивали за счет натуральных сборов, реквизиций и принудительных работ. В течение долгого времени их изымали из процветающей и растущей системы хозяйствования. Дело даже не в таких удачных приобретениях императора, как золотые рудники Дакии. Рост в торговом обращении и стимул в виде появления новых рынков, больших приграничных лагерных стоянок войск, также способствовал появлению новых отраслей и поставщиков товаров. Огромное число винных кувшинов, обнаруженных археологами, всего лишь признак оживленной торговли продовольствием, текстилем, специями, от которых осталось гораздо меньше следов. При всем этом хозяйственная основа империи всегда служила земледелие. По современным стандартам римское земледелие не было богатым, так как его техническое оснащение оставалось примитивным. Ни один римский фермер никогда не видел ветряную мельницу, а водяные мельницы были все еще большой редкостью, когда на Западе с империей было покончено. При всей ее идеализации сельская жизнь была суровым и трудоемким делом. Поэтому для нее большую важность представлял пакс Романа. Римский мир означал, что налоги можно было собирать с небольшого произведенного излишка, а землю нельзя было губить. В крайнем случае практически все, как нам представляется, возвращается к армии, от которой зависел римский мир. Тем не менее она служила инструментом, который изменился за шесть с лишним веков точно так же, как само римское государство. Римское общество и культура всегда были военизированными, однако инструменты прежнего милитаризма изменились. Со времен августа римская армия была регулярными постоянного состава вооруженными силами, официально отсутствовала всеобщая воинская повинность мужского населения. Рядовой легионер служил двадцать лет в регулярном войске, четыре года в запасе, и со временем все большее их число набиралось в провинциях. Как бы удивительно это ни казалось, с учетом доброй славы римской дисциплины добровольцев, по всей видимости, вполне хватало, так как с потенциальных новобранцев истребовались рекомендательные письма и заверения покровителей. После поражения в Германии в девятом году нашей эры вдоль границ обычно размещалось двадцать восемь легионов, общей численностью около ста шестидесяти тысяч человек. Они составляли стержень армии, в которой насчитывалось еще столько же человек, служивших в коннице, вспомогательных и других родах войск. Легионами продолжали командовать сенаторы, кроме Египта, и главным вопросом политики в самой столице оставался все еще доступ к возможностям, которые давали эти легионы. Так получалось, а это становилось все яснее по мере прохождения веков, что именно в лагерях легионов находился ключ к империи, хотя праторианская гвардия в Риме иногда оспаривала их право избирать нового императора. Все же военные представляли собой всего лишь одну силу, определявшую ход истории Римской империи. Не меньшую роль играла в ней горстка мужчин, бывших последователями и учениками человека, которого прокурор Иудеи передал стражникам для распятия на кресте. Глава пятая Христианство и его движение на запад Мало кто из любезных читателей настоящей книги мог слышать об Афгаре, а еще меньше о его царстве Осроены на востоке Сирии. Тем не менее, этот малоизвестный и затерявшийся в глубине веков монарх издавна считается первым христианским царем. На самом деле, повесть о его обращении в христианство остается легендой, ведь он почил в Бозе в шестьдесят восьмом году до нашей эры. Скорее всего, правил Осроенами его потомок Авгарь девятый, когда это царство стало христианским в конце второго века нашей эры. Обращение в христианство могло даже не коснуться самого царя, но это совершенно не беспокоило агеографов или составителей житий святых. Они поставили Авгаря и его набатийско-арабское царство во главе длинной и великой традиции. В конце-то концов, она должна была включать фактически всю историю монархии в Европе. Оттуда она должна была распространить свое влияние на правителей в других частях света. Все эти монархи будут вести себя по-разному, так как они видели себя христианами, и тем не менее можно отметить то, что в этом состояла всего лишь крошечная часть различий, внесенных христианством в историю человечества. Фактически до прихода индустриального общества христианство представляется одним из немногих достойных нашего внимания исторических явлений, созидательная сила и роль в формировании нашего мира которого сопоставимы с великими детерминантами предыстории. Христианство сложилось внутри канонического мира Римской империи, сплавившись в конце с ее непременными атрибутами и распространившись посредством его общественных и интеллектуальных структур, чтобы стать самым важным нашим наследием данной цивилизации. Часто маскируемое или затушевываемое его влияние распространяется вглубь стран, сформированных христианами. Практически случайно христианство послужило нравственным лекалом для Европы. Этот и остальные континенты представляются тем, чем являются сейчас, потому что горстка евреев видела, как распяли их учителя и наставника, а также поверила в его воскрешение из мертвых. Еврейство, христианство считается фактором основополагающим, и оно могло послужить ему спасением, выражаясь мирским языком, так как шансов на историческое выживание, оставим в стороне вселенские достижения, у малочисленной секты, почитавшей святого человека, в Римской Восточной империи практически не было. Матрицей и защитной средой в течение долгого времени, а также источником самых основательных христианских идей служил иудаизм. В свою очередь еврейские идеи и мифы подверглись обобщению через христианство, чтобы превратиться в движущие силы мира. В основе всего этого лежали еврейские представления о том, что история являла собой чудесно обретенное многозначительное повествование, космическую драму, представленную единым всемогущим Богом для избранного им народа. Через его завет этому народу можно обрести руководство к правильному поступку, и все зависит от приверженности его закону. Нарушение закона всегда влекло кару, как ту, что постигла весь народ в пустынях Синая и в водах Вавилона. В следовании ему лежит обещание спасения для всей общины. Эта великая драма дала вдохновение автору еврейского исторического писания, в котором евреи Римской империи увидели образец, который придал смысл их жизни. Такой мифологический образец имел глубокие корни в еврейском историческом опыте, который после великих дней Соломона представляется совсем не сладким и к тому же воспитывает в еврейском народе устойчивое недоверие к иноземцу и железную волю к жизни. В жизни этого замечательного народа можно вспомнить много замечательных моментов, среди них сам факт его продолжающегося существования. Вавилонское пленение, начавшееся в 587 году до н.э., когда вавилонские завоеватели увели с собой многих евреев после разрушения Иерусалимского храма, было последним решающим событием в формировании их национального самосознания, завершавшимся задолго до нынешних времен. Через это самосознание выкристаллизовалось еврейское видение истории. Вавилонские пленники слышали предсказания таких пророков, как Иезекииль о Новом Завете. Жители Иудеи наказали за их грехи изгнанием и разрушением Иерусалимского храма, а теперь Бог снова повернется лицом к Иуде, и евреи опять вернутся в Иерусалим, отпущенные из Вавилона, как колено Израилева отпустили из Ура и из Египта. Иерусалимский храм предстоит восстановить. Вероятно, это было нужно только меньшинству евреев, находившихся в вавилонском плену. Но меньшинство было значительным, и к нему принадлежала религиозная и управленческая элита иудеи, если судить по тем, опять же, предположительному меньшинству, кто при появлении возможности это сделать вернулись в Иерусалим. В пророчестве им дано название «Спасительный остаток». Прежде чем это произошло, жизнь, находившаяся в плену евреев, поменялась. Зато укрепились еврейские воззрения. Ученые разделились во мнении по поводу того, имели ли место более важные события среди изгнанников или среди евреев, которых оставили в иудее оплакивать все, что с ними случилось. Так или иначе, еврейская религиозная жизнь, тем не менее, претерпела глубокие сдвиги. Самое серьезное изменение состояло во внедрении чтения Священного Писания, как центральный акт поклонения иудаизму. В то время как для завершения формирования Ветхого Завета в его нынешнем виде оставалось еще три или четыре сотни лет, составление первых пяти томов, или так называемого Пятикнижия, традиционно приписываемое Моисею, удалось практически закончить вскоре после возвращения евреев из Вавилонского плена. В них содержалось обещание по поводу будущего и руководство к его достижению посредством следования Закону Божьему с учетом новых подробностей и единства. Свою роль сыграл фактор медленной работы толкователей и песцов, которые должны были выверить и объяснить текст священных книг. В какой-то момент из их еженедельных встреч должны были вырасти одновременно такой непременный атрибут, как синагоги, а также освобождение религии от места отправления культа и обряда. Однако евреи упорно и долго продолжали тосковать по восстановлению Иерусалимского храма. Отправлением еврейской веры можно было заниматься везде, где для евреев имеется возможность собраться вместе, чтобы почитать Священное Писание. Им была уготована роль первых народов по Священному Писанию, а христиане и мусульмане должны были следовать за ними. По этому Писанию образ Бога представлялся более абстрактным и общим достоянием. При том, что иудаизм можно отделить от культа храма, некоторые пророки видели искупление и очищение, которые могли предшествовать прикосновению к тому, что в наше время считается законами Моисеевыми. Самоизоляция евреев приобрела большее значение и с особенной очевидностью проявилась в городах в ходе очищения еврейских общин, когда потребовалось, чтобы все евреи, женатые на язычницах, и таких могло быть много, с ними развелись. Все это началось после разгрома персами Вавилона. В 539 году до нашей эры часть евреев воспользовалась представившейся возможностью и возвратилась в Иерусалим. Иерусалимский храм восстанавливали в течение следующих 25 лет, а Иудейское царство стало при персидском правлении своего рода теократической сатрапией. В V веке, когда Египет восстал против персидского владычества, Иудея служила стратегически деликатным районом, ею правили аккуратно с помощью местной иерейской аристократии. Тем самым до римских времен здесь существовала политическая нация еврейского свойства. С окончанием персидского правления новые проблемы возникли после прихода наследников Александра Македонского. Пережив власть Птолемеев, евреи перешли в подчинение селевкидам. Общественное поведение и представление высших сословий иудеи подверглись эллинизации. В результате углубилось разделение общества по признаку состоятельности, более острыми стали различия между горожанами и селянами. К тому же произошло отторжение жреческой семьи от народа, который остался преданным приверженцем традиции закона Божьего и пророков, как это проповедовалось в синагогах. Вспыхнуло великое восстание Маккавеев 168-164 годы до н.э. против царя селевкидов Эллинской Сирии Антиоха IV, а также культурной вестернизации, одобренной священниками, но отвергнутой массами. Антиох, недовольный еврейской изолированностью и отказом от предлагаемого евреем примера эллинской цивилизации, вмешался в порядок исполнения еврейских обрядов и осквернил Иерусалинский храм тем, что решил превратить его в храм олимпийского бога Зевса. Быть может, однако, он всего лишь хотел открыть храмовый комплекс для всех прихожан, что считалось обычным для любого храма в Эллинском городе. После подавления этого восстания, давшегося с большим трудом, а партизанская война продолжалась еще очень долго, селевкидские цари стали проводить более мягкую, примиренческую политику. Многих евреев она не устроила, и в 142 году до нашей эры они смогли воспользоваться благоприятным для них стечением обстоятельств, чтобы добиться независимости, которой пользовались на протяжении без малого 80 лет. Затем, в 63 году до нашей эры, Помпей навязал римское правление, и тогда последнее независимое еврейское государство на Ближнем Востоке исчезло почти на две тысячи лет. Независимость для евреев оказалась не слишком успешной. Сменявшие друг друга цари избирались из кланов священников, и своими нововведениями и своеволием никак не могли навести должный порядок, они и священники, безропотно соглашавшиеся с их политикой, возмущали оппозицию. Их власти угрожали представители новой, более последовательной школы толкователей закона Божьего, жестко придерживавшиеся его положений, а не культа Дома Господня, как стержня иудаизма, и давали ему новую и испытующе строгую интерпретацию. Их называли фарисеями, представлявшими реформистскую ветвь. Они снова и снова выражали свои воззрения в еврейских общинах и указывали на опасность ползучей эллинизации. К тому же они мирились с прозолитизмом среди неевреев, распространяя веру в восстановление из мертвых и божественный страшный суд. В их позиции уживался дуализм национальных и общечеловеческих устремлений. Они навязывали всем суть еврейского единобожия. Большая часть всех этих изменений происходила в Иудее, представлявшей собой крошечный район когда-то великого царства Давида. Во времена Августов там проживало меньше евреев, чем в остальной империи. Начиная с VII века до н.э. они расселились по всему цивилизованному миру. В армиях Египта, Александра Македонского и Селивкидов существовали свои еврейские полки. Остальные осели за границей, где занимались торговлей. Одна из крупнейших еврейских колоний образовалась в Александрии, куда евреи переезжали приблизительно с трехсотых годов до нашей эры. Александрийские евреи говорили по-гречески. Там впервые на греческий язык перевели Ветхий Завет, а когда родился Иисус, в этом городе могло насчитываться больше евреев, чем в Иерусалиме. В Риме жили еще пятьдесят тысяч или около того евреев. Такие скопления евреев служили расширению возможности обращения в свою веру приверженцев иных верований, а тем самым еще и повышению опасности разногласий между общинами. Евреи многое предложили народам мира, где традиционные культы постепенно приходили в упадок. Препятствиями для них служило обрезание мальчиков и ограничение в рационе питания, но для новообращенных их многократно перевешивала привлекательность величайшей подробности Кодекса поведения, форма религии, независящая от храмов, алтарей или духовенства, служащего для отправления религиозных обрядов и, прежде всего, обещания спасения души. Один из великих библейских пророков Исаия, почти наверняка переживший вавилонское пленение, уже объявил послание, несущее свет язычникам, и многие из них увидели этот свет задолго до христиан, которые должны были придать ему новый смысл. Прозелиты, новообращенные, могли отождествить себя с избранным Богом народом в их великом деле, послужившим вдохновением для авторов великого еврейского исторического писания, единственного достижения в данной сфере, заслуживающего сравнения с изобретением греками научной истории и того, что придало значение трагедиям мира. В своей истории евреи увидели пример, на фоне которого они прошли очищение огнем судного дня. Основообразующий вклад евреев в христианство будет состоять в ощущении народа порознь, видении вещей по отдельности, а не мира в целом. Христианам предстояло продолжить развитие представления об искуплении грехов человечества. Происхождение обоих мифов коренится глубоко в еврейском историческом опыте и в удивительном, хотя очевидном факте выживания данного народа. Крупное сообщество евреев и еврейских прозелитов служили важными общественными факторами политики римских губернаторов, так как выделялись из общей массы подданных не только размером, но и неуступчивой обособленностью. Археологические свидетельства того, что синагоги представляли собой отдельное строение особого назначения, появляются уже после надежного перехода к христианской эпохе. Однако еврейские кварталы в городах выделялись на общем фоне, так как их обитатели селились вокруг собственных синагог и зданий судов, действовавших по нормам статутного и общего права, при том, что обращение в христианскую веру приобрело широкое распространение и еврейская вера пришлась по душе даже некоторой части римлян. Следует отметить, в самом Риме первые признаки общественной неприязни к евреям. Массовые беспорядки были частым явлением в Александрии, причем они легко перекидывались на другие города Ближнего Востока. Еврейские волнения вызывали недоверие к этому народу со стороны властей и, по крайней мере в Риме, к расселению еврейских общин. Сама Иудея считалась особенно опасной областью, и такое отношение подпитывалось религиозным брожением последних полутора веков до нашей эры. В 37 году до нашей эры царем Иудеи через Сенат назначили еврея Ирода Великого. Этот монарх популярностью в народе не пользовался. Разумеется, народ чувствовал отвращение к любому правителю назначенному из Рима и правителю, стремившемуся по понятным причинам к сохранению дружбы с Римом. Ирод, однако, заслужил особую неприязнь евреев эллинским образом жизни при своем дворе, хотя и старался демонстрировать преданность иудаизму и обременительными налогами, ставки по которым поднял, а поступление тратил на грандиозное строительство. Даже если бы не случилось легендарного избиения младенцев и ему не досталось места в христианской демонологии, Ироду все равно не нашлось добрых отзывов в исторических анналах. С его кончиной в IV году до нашей эры царство разделили между тремя его сыновьями. Такая мера себя не оправдала, и в VI году н.э. иудею передали в состав Римской провинции Сирии, которую управлял наместник из Кесарии. В 26 году н.э. прокурором был назначен Понтий Пилат, в обязанности которого входил сбор налогов и фактическое исполнение полномочий губернатора. Данную хлопотную и обременительную должность он занимал в течение десяти лет. Ему пришлось управлять данной неспокойной провинцией в неблагоприятный период ее истории. Волнения без малого двух столетий тогда достигли своего кульминационного момента. Евреи пребывали в натянутых отношениях со своими соседями самаритянами и негодовали по поводу притока сирийских греков, особенно заметного в приморских городах. Они ненавидели римлян, как последних своих завоевателей в длинной их череде, и также из-за требований вносить подати. Сборщики налогов, публиканы из Нового Завета не пользовались популярностью не только из-за того, что брали чужое, но и потому, что брали ради иноземного господства. Но беда состояла к тому же в мучительном расколе между самими евреями. Великие религиозные праздники часто отмечались кровопролитием и беспорядками. Между фарисеями, например, и саддукеями, представляющими бюрократию аристократической касты жрецов, вообще существовал непримиримый антагонизм, представители остальных сект отвергали и тех, и других. Об одной из самых интересных этих сект нам стало известно только в последние годы, когда посчастливилось обнаружить и расшифровать свитки Мертвого моря, кумранские рукописи, из которых прояснилось, что их представители обещали своим сторонникам очень многое из того, что предлагалось ранними христианами. Они ждали окончательного избавления, которое должно было наступить после апостазии, впадения в ересь иудеи, и тогда поступит сообщение о пришествии Мессии. Евреи, соблазненные таким учением, искали письмена пророков с описанием провозвестников таких событий, другие искали путь чуть прямее, зилоты обратились к националистическому движению сопротивления, ведущему их к цели. В условиях как раз такой наэлектризованной атмосферы приблизительно в шестом году до нашей эры родился Иисус. Он пришел в мир, где тысячи его соотечественников ждали прибытия Мессии, или вождя, способного повести их к военной или символической победе, открывающей последние и величайшие дни Иерусалима. Очевидность фактов его жизни содержится в летописях, помещенных в Евангелиях после его смерти. Они увековечены в утверждениях и традициях, которые ранее церковь обосновала свидетельствами тех, кто непосредственно знал Иисуса. Евангелия сами по себе не могут служить достаточными доказательствами пришествия на землю Мессии. Однако содержащиеся в них несоответствия не стоит преувеличивать. Их написали с совершенно очевидным намерением показать сверхъестественную власть Иисуса и утверждение через фактические события Его жизни справедливости пророчеств тех, кто давно обещал пришествие Спасителя. Такое заинтересованное и агеографическое, житийное происхождение Христа требует абсолютного доверия ко всем приведенным в Евангелиях фактам. Многие из них обладают врожденным правдоподобием в том, что в них отразились черты, ожидавшиеся от еврейского религиозного вождя того периода истории. Не стоит их отвергать с порога, ведь люди подчас приводят гораздо более неадекватные доказательства существования субъектов. Трудно привести какие-либо основания для применения более строгих или жестких канонов приемлемости к ранним христианским анналам, чем, скажем, к свидетельствам Гомера, когда тот освящает жизнь Микен. Как бы там ни было, подтверждающие доказательства фактов, приведенных в Евангелиях, найти в других анналах удается с большим трудом. Из них складывается такая картина, что Иисус, как человек, принадлежал к скромной, хотя и не нищей семье, с претензией на наличие царской крови. Такого рода претензии его враги, несомненно, отрицали бы, не находясь в них некие основания. Галилея, где вырос Иисус, представляла собой своеобразную пограничную область для иудаизма, где носители этой веры чаще всего соприкасались с сирийскими греками, что часто вызывало раздражение религиозных рецепторов. Там по соседству вел свои проповеди человек по имени пророк Иоанн, к которому стекались толпы народа до тех пор, пока его не схватили по приказу тетрарха Галилеи и не обезглавили. Ученые пытаются связать Иоанна Крестителя с общиной Кумран, после которой остались свитки Мертвого моря, хотя он представляется отшельником, человеком весьма самодостаточным, наставником, бравшим пример с великих волхвов. Один из евангелистов утверждает, будто он приходился Иисусу двоюродным братом. Такое близкое родство вполне возможно, но не настолько, насколько важным представляется единство авторов всех вариантов Евангелия по поводу того, что Иоанн крестил Иисуса. Точно так же он окрестил бесчисленное множество народа, обратившегося к нему из страха перед наступлением судного дня. К тому же сказано, что он в Иисусе признал наставника равного себе и даже выше. «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?» Иисус знал о Своем предназначении праведника. Его учения и свидетельства Его святости, проявившиеся в чудесах, в скором времени убедили множество народа следовать за Ним в Иерусалим. Его триумфальное вхождение в священный город было основано на их самопроизвольных чувствах. Они пошли за Ним, как следовали за другими великими наставниками в надежде на Мессию, который должен был прийти к ним. Конец Ему грозило положить обвинение в богохульстве, вынесенное еврейским судом, и либерализация буквы римского закона Пилатом, попытавшимся предотвратить новые проблемы в жестоком городе. Иисус не был римским гражданином, и для таких мужчин в качестве высшей меры наказания назначалось распятие на кресте после бичевания. Надпись на кресте, к которому прибили Христа, звучала так. «Иисус Назарей, царь иудейский». Таким манером римский прокуратор Иудеи выразил свою политическую иронию. А чтобы ее значение не прошло незамеченным, надпись нанесли на трех языках — латинском, греческом и еврите. Событие это можно отнести к 33 году нашей эры, хотя называют также 29 и 30 год нашей эры. Вскоре после смерти Иисуса Его ученики поверили в то, что Он воскрес из мертвых, что они видели Его и Его вознесение на небеса, и что получили божественный дар Его власти в Пятидесятницу, которая поддержит их самих и их сторонников до самого судного дня. Они к тому же верили, что этот день скоро наступит, и тогда Иисус вернется в качестве суди, сидящего по правую руку от Бога. Все это говорится нам в Евангелиях. Если первые христиане именно это видели в Иисусе Христе, в переводе с греческого «помазанник», к тому же в Его учении можно выделить прочие элементы, имеющие намного более широкое применение. Известные религиозные представления Иисуса вполне укладываются в рамки традиции. Все, что Он называл, включало службу в еврейском храме, соблюдение традиционных церковных праздников и угощений наряду с вознесением личной молитвы. В таком истинном смысле Он жил и умер евреем. Его учение, тем не менее, сосредоточено было на раскаянии и избавлении от греха, причем на избавлении от греха, обещанном всем народом, а не только евреям. Определенное место в учении Иисуса отводилось воздаянию за дела свои. В этом фарисеи с Ним соглашались. Поразительно, что львиная доля наиболее ужасающих вещей, перечисленных в Новом Завете, приписана как раз Ему. Главная задача человека состояла в беспрекословном следовании закону Божьему, но этого было недостаточно. Кроме соблюдения закона предусматривался долг раскаяния и возмещение ущерба в случае неблаговидного поступка вплоть до самопожертвования. Руководством к пристойным действиям служил закон любви. Иисус решительно отвергал саму роль политического лидера. Политическим молинизмом, пассивностью, обозначили одно из значений позже обнаруженных в изречении, которое считалось двусмысленным. «Царство мое не от мира сего». Все-таки многие рассчитывали на то, что Спаситель возьмет на себя роль политического лидера. Другие люди ждали вождя для борьбы против еврейского духовного истеблишмента, и тем самым они представляли потенциальную опасность для устоявшегося общественного порядка, даже если нацеливались только на духовное очищение и исправление. Понятно, что Иисус дома Давидова в глазах властей неизбежно стал опасным человеком. Одним из его учеников был Симон Канонит, зилот, считавшийся беспокойным соратником, так как принадлежал к экстремистской секте. Во многих своих проповедях Иисус поощрял чувства против господствовавших тогда саддукеев и фарисеев, и те, в свою очередь, старались выискивать в его высказываниях любой намек на недовольство римским правлением, которые можно было вменить Иисусу в вину. Такие факты служат основанием для уничтожения Иисуса и разочарования в нем народа, однако они не объясняют причин живучести его учения. Он пришелся по душе не только разочарованным в политике властей евреям, но и тем евреям, которые чувствовали, что закон Божий больше не служит в полной мере руководством к действию, а также не евреям, которые пусть даже могли рассчитывать на второразрядное гражданство Израиля в качестве прозелитов, хотели некие надежные гарантии милости Божьей в день страшного суда. К Иисусу, кроме того, тянулись нищие и обездоленные. Таких было много в обществе, разделенном по имущественному признаку на сказочно богатых и невероятно бедных граждан, причем оказавшимся на обочине жизни рассчитывать на милосердие не приходилось. Они стали носителями некоторых обращений и представлений, которые в конечном счете должны были принести поразительный урожай. Однако при всей их относительной эффективности, при собственной жизни Иисуса, они как бы скончались вместе с Ним. К моменту гибели Иисуса Его последователи составляли всего лишь крошечную еврейскую секту среди многих подобных сект. Зато они верили в то, что с ними случилось единственное в своем роде событие. Они поверили в то, что Христос воскрес из мертвых, что они видели Его, и что Он предложил им и тем, кто спасся через Его крещение, точно такое же преодоление смерти и личную вечную жизнь после суда Божьего. Обобщение этого послания и его представление всему цивилизованному миру было совершено через пятьдесят лет после смерти Иисуса. В силу своих убеждений ученики Иисуса остались в Иерусалиме, служившем тогда центром паломничества евреев из всех уголков Ближнего Востока и поэтому ставшим средоточием нового вероучения. Два ученика Иисуса Христа, Петр и брат Иисуса Иаков, возглавляли крошечную группу сторонников, ожидавших неизбежного возвращения Спасителя. Они готовились к данному событию через покаяние в грехах и служение Богу в храме. Они последовательно придерживались настроений своих единоверцев евреев, отличались разве что обрядом крещения. Однако остальные евреи видели в них опасность. Их коренное отличие от грекофонных евреев, происхождением из-за пределов Иудеи, вызвало сомнение в полномочиях священнослужителей. Первого мученика из их группы по имени Стефан, причислен к лику святых, забили камнями евреи по приговору суда Синедриона. Одним из очевидцев данного трагического события оказался фарисей из торсийского колена Веньямина по имени Павел. Возможно, случилось так, что как эллинизированный еврей, разбежшегося по миру народа, он особенно остро чувствовал потребность в правоверии, он гордился своим происхождением. К тому же ему принадлежит величайшая заслуга в формировании христианской веры после самого Иисуса. Неким непостижимым образом изменилось воззрение Павла. Из гонителей-последователей Христа он стал одним из них. Такая метаморфоза могла случиться после его пребывания в пустынях Восточной Палестины, где Павел предавался размышлениям и созерцаниям. Затем в 47 году н.э., быть может, раньше датирование жизни и путешествий Павла представляется сомнительным, он предпринял ряд апостольских путешествий, в ходе которых посетил все Восточное Средиземноморье. В 49 году н.э. участники апостольского собора в Иерусалиме приняли важное решение отправить его в качестве миссионера к язычникам, которым позволят не подвергаться обрезанию считавшемуся важнейшим актом приобщения к еврейскому вероисповеданию. Неясно, кто отвечает за принятие такого решения. Павел? Участники собора? Или все вместе? В Малой Азии уже тогда возникли небольшие общины евреев, придерживавшихся нового учения, занесенного паломниками. Теперь усилиями Павла началось их великое объединение и сплочение. Особое внимание он уделял новообращенным в иудаизм язычникам, которым мог проповедовать на греческом языке и кому теперь предложили статус полноправных жителей Израиля через подчинение Новому Завету. Вероучение, которому посвятил свою жизнь Павел, можно назвать новым. Он отрицал закон Божий, чего никогда не делал Иисус, и стремился примирить фактически еврейские представления, лежащие в основе учения Иисуса, с понятийным миром греческого языка. Он продолжал делать упор на неотвратимости наступления конца всего, но предлагал всем нациям шанс понимания через Христа загадок мироздания и, прежде всего, отношений видимых и невидимых вещей, духа и плоти, а также верховенства первого над вторым. В этом процессе Иисус превратился в нечто большее, чем избавителя человечества, преодолевшего смерть, и служил воплощением самого Бога. И это должно было разрушить шаблон еврейских представлений, внутри которых родилось его вероучение. Внутри еврейства для таких представлений прочного места не нашлось, и христианство теперь вытеснили из храма. Первым из многих новых его мест отдохновения, которые пришлось искать на протяжении многих веков, оказался интеллектуальный мир Греции. Из-за данного изменения пришлось возводить колоссальную теоретическую конструкцию. Из деяний святых апостолов можно почерпнуть многочисленные свидетельства большого шума, который такое учение сподобилось произвести, а также интеллектуальной терпимости римской администрации, когда дело не касалось нарушения общественного порядка. Но нарушения случались часто. В 59 году нашей эры римлянам пришлось спасать Павла от возмущенных евреев в Иерусалиме. Когда в следующем году его подвергли судебному преследованию, он обратился к императору в качестве римского гражданина и отправился в Рим, причем вполне удачно туда прибыл. С того времени следы его в истории теряются. Возможно, он погиб во время преследований Нероном в 67 году нашей эры. На протяжении первой эпохи христианских миссий вероучение Иисуса распространилось по всему цивилизованному миру, пустив корни повсеместно и в первую очередь в еврейских общинах. Появившиеся церкви в административном отношении совершенно не зависели друг от друга, хотя за общиной Иерусалима признавалось закономерное главенство. Там можно было отыскать тех, кто видел возвысившегося Христа и их преемников. Единственные связи между церквями, кроме их веры, заключались в организационной сфере крещения, признании в Новом Израиле и обрядовой практике Евхаристии, благодарение, таинство, которое было установлено самим Иисусом во время Тайной вечери с учениками перед лишением свободы, Евхаристия или Святое Причастие остается главнейшим, признаваемым всеми христианскими вероисповеданиями, обрядом по сей день. Настоятели местных церквей осуществляли самостоятельные полномочия, но при этом далеко не заходили. В конце-то концов, их обязанности ограничивались вынесением лишений по делам местной христианской общины. Между тем христиане ждали второго пришествия Христа. Былого влияния Иерусалим лишился после семидесятого года нашей эры, когда римляне разграбили город, а многие тамошние христиане разбежались. После этого времени у христианства в пределах Иудеи уже не осталось прежней жизненной энергии. К началу II века христианские общины за пределами Палестины стали многочисленнее. Роль их повысилась, и в них уже развилась иерархия чиновников, призванных управлять их делами. Тогда же определились три более поздних церковных чина — епископы, пресвитеры, старейшины и диаконы. Их жреческие функции на данном этапе были минимальными, а главную роль они играли в административных и управленческих делах. Реакция римских властей на повышение авторитета новой христианской общины выглядела по большому счету предсказуемой. Их главный принцип состоял в том, что в отсутствии какой-либо конкретной причины для вмешательства к новым культам относились терпимо, если они не побуждали к непочтительности по отношению к империи или неповиновению правителю. Сначала возникла опасность того, что христиан могут отождествить с другими евреями в ходе активной римской реакции на еврейские националистические движения, достигшие высшей точки в многочисленных кровавых столкновениях, но собственная политическая пассивность и провозглашенная враждебность к ним со стороны остальных спасли их. В самой Галилее в шестом году нашей эры шло восстание. Возможно, память о нем повлияла на отношение Пилата к знаменитому делу Галилеянина, среди учеников которого был Зилот, но настоящее отличие от еврейского национализма проявилось в великом еврейском мятеже 66-го года нашей эры. Он считается самым важным во всей истории еврейства под правлением Римской империи, когда экстремисты захватили власть в Иудее и взяли Иерусалим. Еврейский историк Иосиф Флавий описывает жестокую борьбу, развязанную после заключительного штурма Иерусалимского храма, где находился главный очаг сопротивления евреев и пожар в нем, когда римляне одержали победу. Перед решающим штурмом несчастные жители Иерусалима в борьбе за выживание от голода дошли до людоедства. Археологи не так давно обнаружили в Массаде, расположенном вблизи Иерусалима, возможное место последнего стояния евреев перед сдачей римлянам в 73-м году нашей эры. Беспокойные времена на этом для евреев не закончились, но поворотный момент все-таки наступил. Крайние элементы еврейского националистического движения, былой поддержкой населения больше никогда не пользовались, а доверие к ним пошло на убыль. Формальным признаком принадлежности к еврейству теперь, как никогда раньше, считалась приверженность закону Божьему, а еврейские ученые и наставники, после этого периода времени их все чаще стали называть раввинами, продолжили разворачивать его значение в центрах обучения, находившихся уже не в Иерусалиме, все еще терзаемым мятежом евреев. Похоже, благодаря их достойному поведению, все-таки удалось спасти этих евреев от разгона по диаспорам. Позже беспорядки никогда не играли такой важной роли, как в случае с великим еврейским восстанием, хотя в 117 году н.э. массовые еврейские беспорядки в Киренаике переросли в полномасштабную вооруженную схватку, а в 132 году последний, так сказать, мессия Симон Бар-Козива, Бар-Кохба, поднял свой народ на еще одно восстание в Иудее. Но евреи сохранили свой особый статус, причем закон у них остался нетронутым. Иерусалиму нехотнили. Адриан провозгласил его итальянской колонией, на территорию которой евреям разрешалось входить только лишь один раз в год. Однако их вероисповеданию римляне предоставили привилегию – специального чиновника в виде патриарха, пользовавшегося персональным суверенитетом. К тому же евреев освободили от обязательств по положениям римского права, противоречащим их религиозным обязанностям. Здесь том еврейской истории можно закрывать. На последующие 1800 лет еврейская история сводится к повествованию об общинах еврейских диаспор до тех пор, пока среди развалин очередной империи в Палестине не провозгласили национальное государство евреев. Без националистов иудеи евреи на протяжении долгого времени вполне безмятежно жили повсеместно на территории римской империи даже с наступлением беспокойных лет. Христианам жилось похуже, хотя их религию и власти не очень-то отличали от иудаизма. Для римлян она представлялась в конце-то концов одним из вариантов еврейского единобожия, предположительно с теми же самыми утверждениями. Судя по подвигу первомученика Стефана и злотключениям апостола Павла, как раз евреи, а не римляне, первыми придумали казнь через распятие на кресте. Именно еврейский царь Ирод Агриппа, который, если верить авторам деяний святых апостолов, первым учинил гонение на еврейскую общину в Иерусалиме, кое-кому из ученых даже казалось вполне правдоподобным то, что Нерон, подыскивавший козла отпущения за Великой Римской пожар, случившийся в 64 году н.э., заставил враждебно настроенных евреев указать ему на крестьян, кто бы не организовал массовые казни христиан. В ходе них, согласно известной христианской легенде, погибли святой Петр и святой Павел, которые сопровождались леденящими душу кровавыми представлениями на арене, все-таки ими на продолжительное время закончились какие-либо официальные гонения римлян на христиан. Христиане никогда не поднимали оружие против римлян во время еврейских восстаний, и власти должны были по достоинству оценить их лояльность. В начале II века н.э. в административных документах появляются упоминания о христианах, как о заслуживающей внимании правительства категории подданных империи. Обоснованием такого внимания служит откровенная непочтительность, которую христиане к тому времени демонстрировали через отказ в пожертвованиях императору и римским божествам. Именно этим они тогда отличались от остальных граждан Римской империи. Евреи обладали правом на отказ, им принадлежал исторический культ, признававшийся римлянами, как они всегда признавали подобные культы, когда взяли иудею под свое управление. Теперь христиан со всей очевидностью отличали от евреев, и их считали недавним, так сказать, изобретением. И все-таки отношение римлян к ним состояло в том, что при всей неправомерности христианства его не следовало подвергать всеобщим гонениям. Если же подозревались нарушения закона, а отказ от пожертвований к ним относился, власти применяли наказание, когда в суде такие подозрения удавалось квалифицировать и должным образом обосновать. В результате появились многочисленные мученики, так как христиане отвергали благонамеренные попытки римских государственных служащих убедить их нести пожертвования или отказаться от своего бога. Однако системных попыток уничтожить христиан властями не предпринималось. Враждебность властей на самом деле представляла намного меньшую опасность, чем ненависть соотечественников. После завершения второго века появляются новые свидетельства массовых погромов и нападений на христиан, не пользовавшихся защитой властей в силу приверженности непризнанному по закону вероисповеданию. Иногда их могли использовать в качестве козлов отпущения, когда это было выгодно администрации, или громоотводов, бравших на себя опасное напряжение, возникавшее в обществе. Носителям общественного сознания суеверного века легко было внушить преступления христиан перед богами, обрушившими на народ голод, наводнение, чуму и прочее стихийное бедствие. В мире, где еще не изобрели иные приемы объяснения природных катаклизмов, какие-либо еще одинаково убедительные объяснения таких явлений отсутствовали. Христиан подозревали в черной магии, кровосмешении, даже людоедстве, предположение, несомненно, объяснимое с точки зрения вводящих в заблуждение сообщений о Евхаристии, причастии. Христиане собирались тайно по ночам. Более определенно, хотя нам не дано судить о масштабе всего этого, христиане вызывали страх контролем приверженцев их вероучения над всей привычной структурой, которой регулировались и определялись надлежащие отношения родителей и детей, мужей и жен, хозяев и рабов. Они провозглашали, что в учении Христа отсутствовали оковы, но и вольницы не предусматривалось, и что пришел он, чтобы принести не мир, но секущий меч семьям и друзьям. Язычникам хватало прозорливости, чтобы ощутить опасность в таких воззрениях. Величайший вклад христианства в грядущую западную цивилизацию состоял в последовательном пророческом и индивидуалистическом утверждении того, что жизнь следует строить с оглядкой на нравственный ориентир, независимый не только от правительства, но и любого другого исключительного человеческого авторитета. В этой связи совсем несложно понять причины вспышек гнева в крупных провинциальных городах, таких как случились в Смирне в 165 году или в Лионе в 177 году. Они послужили популярным аспектом усиления позиции христианству, у которого был интеллектуальный аналог в виде первых нападок на новый культ со стороны писателей-язычников. Гонения выглядели не единственной опасностью грозящей церкви на заре ее существования. Их можно назвать самой мелкой угрозой ей. Гораздо серьезнее представлялась угроза того, что она просто разовьется в еще один своего рода культ, многочисленные примеры которого можно встретить в Римской империи, и в конечном счете ее поглотила бы загадочная трясина древней религии. По всему Ближнему Востоку обнаруживались примеры так называемых таинственных религий, сердцевиной которых было приобщение верующих к тайному знанию посвящения, сосредоточенному на конкретном боге. Одним из популярных божеств была египетская Исида, вторым — персидской Митра, практически всегда верующему человеку, предлагали шанс соединить себя с божественным существом во время церемонии с инсценировкой смерти и воскрешения, и таким манером имитировалось преодоление смертности. Служители таких культов предлагали через свои выразительные обряды покой и освобождение от искушения, чего многие и жаждали, они пользовались большой популярностью. Реальную опасность развития христианства по такому пути показала роль гностиков, которую они сыграли во II веке. Их название происходит от греческого слова «гнозис», означающее «знание», знание, которое христианские гностики относили к тайной эзотерической традиции, доступной далеко не всем христианам, а только немногим из них. По одной версии им владели только апостолы и представители секты, которым впоследствии его доверили. Некоторые из их представлений пришли из зороастрийских, индуистских и буддистских источников, в которых обращалось внимание на противоречие духа и материи в том ключе, из-за которого случилось искажение иудейско-христианской традиции. Кое-что пришло из астрологии и даже магии. При такой двойственности всегда возникало искушение причисления добра и зла к противоположным принципам и объектам, а также опровержение благости творения всего сущего. Гностики выступали хулителями этого света и в некоторых своих системах доходили до уныния, типичного для проповедников таинственных культов. Спасение души виделось возможным только лишь через приобретение навыков колдовства, тайн, посвященных избранников судьбы. Кое-кто из гностиков даже видел во христе не спасителя, который подтвердил и обновил обет, а того, кто освободил людей от заблуждения и еговы. Это вероучение считается опасным в любом проявлении, так как его адепты подрубают корни надежды, служащей душой христианского богу откровения. Они отвернулись от искупления здесь и сейчас, из-за которого христианам не пристало впадать в полное уныние, так как они восприняли иудейский обычай, что Бог создал этот мир, и мир был добро. Во втором столетии, с его общинами, рассеянными всюду, где существовала еврейская диаспора, и их вполне основательными организационными фундаментами, христианство тем самым вроде бы оказалось на распутье дорог, каждая из которых могла оказаться фатальной для него. Если бы христианство отвернулось от воплощения в жизнь заветов апостола Павла и осталось просто еврейской ересью, его со временем, в лучшем случае, опять поглотила бы иудейская традиция. В то же время бегство от еврейства, которое его отвергло, могло толкнуть христиан в объятия эллинского мира таинственных культов или бросить безысходность гностиков. Благодаря горстке мужчин оно избежало обоих этих вариантов и превратилось в обещание спасения каждому отдельному человеку. Достижение отцов церкви, которые провели свою пасту через эти опасности, при всем его нравственном и благочестивом содержании, было прежде всего интеллектуальным. Их взбадривала опасность складывавшейся ситуации Ириней в 177 году н.э., пришедший на смену преданному мученической смерти епископу Леона, предложил первый великий набросок христианской доктрины, догму и определение писаного канона. Благодаря его нововведениям христианству удалось отделить от иудаизма, но он к тому же писал свои наброски на фоне вызовов со стороны еретических верований. В 172 году собрался первый поместный собор, чтобы отмежеваться от догматов-гностиков. Христианская догма подверглась сжатию до интеллектуальной респектабельности в связи с потребностью оказания сопротивления нажиму со стороны соперников. Ересь и православие шли рука об руку, как близнецы по рождению. Одним из кормчих, управлявших судном зарождавшегося христианского богословия в данный период истории, был необычайно образованный христианский платоник Климент Александрийский, вероятно, родившийся в Афинах, через труды которого христиане пришли к пониманию того, что крови мистерий могла означать эллинская традиция. В частности, он направил христиан к изучению наследия Платона. Своему превзошедшему наставника ученику Оригену он передал мысль о том, что правда Бога была разумной правдой, верой, способной привлечь на свою сторону людей, образованных на представлении стоиков о действительности. Интеллектуальный порыв ранних отцов церкви и врожденная социальная привлекательность христианства позволили использовать его огромные возможности, состоявшие в рассеянности и экспансии паствы, унаследованные от структуры классического и последующего римского мира. Проповедники христианства могли свободно путешествовать, а также общаться и переписываться друг с другом на греческом языке. Великое преимущество заключалось в его появлении в религиозную эпоху. Нелепое легковерие II века скрывалось под глубоким вожделением. Они служат намеком на то, что жизненная энергия канонического мира уже сходит на нет, греческое достояние требовало пополнения, а источник пополнения виделся в новых вероучениях. Философия превратилась в своего рода инструмент духовного поиска, а рационализм или скептицизм сохранил привлекательность только для уходящего в бесконечность меньшинства. Но даже в такой вселяющей надежды обстановке перед церковью стояла одна важная задача. Христианство на заре своего существования следует рассматривать в постоянном контексте взаимодействия с процветающими соперниками. Рождение в религиозную эпоху сулило такие же выгоды, как и опасности. То, насколько успешно христианство встретило угрозу и воспользовалось с выпавшим ему шансом, будет видно на переломе в третьем веке, когда канонический мир практически рухнул и сохранился исключительно за счет колоссальных и в конце губительных уступок. После двухсотого года нашей эры появляется множество признаков того, что римляне стали смотреть на свое прошлое по-иному. Они постоянно говорили о золотых веках прошлого, сладострастно впадая в обывательскую ностальгию, но в третьем столетии пришло нечто новое с ощущением упадка в сознании. Историки говорят о каком-то надломе, но его наиболее очевидное проявление фактически удалось преодолеть. Изменения, проведенные римлянами или согласованные ими к трехсотому году, послужили возрождению надежд на светлое будущее практически всей классической средиземноморской цивилизации. Они даже могли сыграть решающую роль в передаче многих черт этой цивилизации новым поколениям преемников. Тем не менее, эти изменения не обошлись совсем без последствий, так как некоторые из них оказались чрезвычайно разрушительными для самого духа той же цивилизации. Деятели, занимающиеся восстановлением чего-то ушедшего, зачастую всего лишь бессознательно подражают предшественникам. Приблизительно в начале четвертого столетия мы можем ощутить, что баланс скачнулся в сторону противоположную сохранению средиземноморского наследия. Его легче чувствовать, чем увидеть то, что стало решающим моментом. Такие знаки представляют собой внезапное умножение зловещих нововведений. Административная структура империи восстановлена на новых принципах. Ее идеология претерпела преобразование. Религия, некогда никому неизвестной еврейской секты, превращается в формальное православие. А просторные участки территории физически отдаются поселенцам из-за рубежа и наземным переселенцам. Еще столетия спустя, и в качестве последствия от этих изменений, происходит явное политическое и культурное разъединение. В этом процессе важную роль играли взлеты и падения имперского авторитета. К концу второго столетия нашей эры каноническая цивилизация приобрела общие границы с Римской империей. Господствующее положение в ней занимала концепция романита, означавшая римский подход ко всем делам. Из-за нее первопричиной всего, что в империи шло не так, как надо, можно назвать недостатки системы ее управления. Кабинет императора перестал занимать, как при притворявшемся его хозяином Августе, ставленник сената и избранник народа. В реальной жизни появился полновластный монарх, жестокость правления которого сдерживалась разве что такими практическими соображениями, как умиротворение притарианской гвардии, от которой зависела его жизнь. Серии гражданских войн, разгоревшихся вслед за вступлением на престол последнего, причем недостойного своего чина императора династии Антонинов, в 180 году, открылась ужасная эпоха. Этого испорченного человека по имени Комот задушил раб-атлет по распоряжению любовницы самого императора и управляющего двором в 192 году, но убийство ненавистного правителя ничего не решило. В результате борьбы четырех так называемых императоров, продолжавшейся несколько месяцев после убийства Комота, появился Луций Септимий Север из провинции Африка, женатый на Сирике, который стремился основывать империю на принципе престола наследия через попытку связать свою собственную семью родственными узами с Антонинами и тем самым воспользоваться одним из фундаментальных конституционных упущений. Таким образом, он отрицал факт своего собственного успеха. Север, как его соперники, был выдвиженцем одной из провинциальных армий. В третьем веке императоров на самом деле назначали военные, и их сила коренилась в тенденции империи к дроблению. К тому же без военных было совсем не обойтись. Из-за угрозы варваров, теперь нависавшей одновременно на нескольких участках границы, численность армии следовало увеличивать, а ее командование всячески ублажать. В результате возникла дилемма, решать которую предстояло императорам на протяжении следующего столетия. Сын Севера, Каракалла, который осмотрительно начал свое правление с щедрого подкупа военных, тем не менее тоже умер не своей смертью. В теории за сенатом сохранялось право на назначение императора. Фактически же власть его распространялась не дальше одобрения своим авторитетом одного кандидата на престол из многочисленных претендентов. Сильным козовем сенатскую поддержку назвать трудно, но с точки зрения нравственного эффекта сохранения старых форм, что-то позитивное все-таки в ней содержалось. Как бы там ни было, подобные маневры служили обострению скрытого антагонизма между сенатом и императором. Север передал больше полномочий чиновникам, набранным из сословия всадников, по социальному положению стоящего ниже клана сенаторов. Каракалла рассудил так, что чистка сената ему поможет, и сделал решительный шаг к авторитарному правлению. Его примеру последовали новые императоры из военного сословия. В скором времени появился первый римский император, не имевший отношения к отряду сенаторов, хотя происходил из сословия тех же эквитов, всадников. Дальше хуже. В 235 году огромного роста и физической силы бывший ратник Рейнского легиона Максимин зашел на престол, на который претендовал 80-летний кандидат из Африки, пользовавшийся поддержкой африканской армии и даже сената. Многие императоры погибли от рук собственных солдат. Один погиб в схватке со своим главнокомандующим в бою. Его победителя впоследствии убили готы, а выдал его им предатель из числа командиров. Столетие тогда выдалось ужасное. В общем и целом пришли и ушли 22 римских императора, и в это число не входят претенденты или такие императоры наполовину, как Марк Кассианий Латиний Постум, который на некоторое время провозгласил себя правителем Гальской империи и тем самым предвосхитил предстоящий раскол Римской империи. При том, что Север своими реформами на какое-то время сумел поправить дела империи, шаткость положения его преемников послужила ускорению заката в управлении государством. Каракалла последним из императоров попытался расширить базу налогообложения, провозгласив всех вольных обитателей своей империи римскими гражданами, на которых распространялся налог на наследство, но ни на какую радикальную финансовую реформу он не решился. С учетом неотложных дел, которыми необходимо было заниматься и имевшихся в наличии ресурсов, закат империи выглядит по большому счету неизбежным. С утратой надлежащей организованности и импровизациями во всем расцветали жадность и продажность, так как те, кто пробрался к власти или на должность, использовали их исключительно в своих шкурных интересах. К этому прибавилась еще одна проблема – хозяйственная слабость империи, проявившаяся в третьем столетии. Особых обобщений по поводу того, что это означало для потребителя и поставщика, не требуется. При всей продуманности и тщательной организации сети городов, хозяйственная жизнь империи всецело вращалась вокруг земледелия. Ее основой служило сельское имение с большим или маленьким домом, которое считалось основной единицей производства, а во многих местах к тому же и общественного объединения. Такие имения являлись источником пропитания для всех тех, кто жил на их территориях, а это практически все сельское население. Быть может поэтому большинство населения сельской местности не ощущало всей тяжести долгосрочных зигзагов экономики, зато страдало от эквизиции и утяжеления бремени налогообложения, ставшего результатом прекращения экспансии империи. Армии приходилось содержать на сузившейся базе ресурсов, иногда к тому же возделанные на полях посевы гибли из-за разворачивавшихся там сражений, но земледельцы существовали на прожиточном минимуме, не вылезали из нищеты и ничего в их жизни не менялось, будь они крепостными или вольными. По мере ухудшения их благосостояния, некоторая часть земледельцев соглашалась на положение смердов, предлагавшая такую систему хозяйствования, при которой внесение денег можно было заменить расчетом товарами и подневольным трудом. Смутные времена порождали еще и такие явления, как переселение земледельцев в города или образование шаек разбойников, мужчины искали заступничество везде, где только можно. Реквизиция и повышение ставок налогов в некоторых местах могли способствовать сокращению народонаселения, хотя в IV веке находится больше свидетельств такого явления, чем в III. И с точки зрения сокращения населения, такие меры представляются весьма пагубными для империи. В любом случае реквизиции и обременительные налоги можно назвать мерами пристрастными, так как многие богачи освобождались от налогов и владельцы поместья не слишком сильно страдали во времена роста цен, если только не теряли благоразумие. Преемственность многих владевших крупными имениями семей в древности не позволяет полагать, что проблемы III века сильно сократили их ресурсы. Администрация и армия острее других ощущали пагубное воздействие практически всех экономических проблем и особенно главного зла того времени в виде роста цен. Их источники и глубину сложно определить, и они все еще вызывают споры у историков. Одной из причин бед называют официальное снижение содержания благородного металла в монетах, усугубившаяся необходимостью выплаты в слитках дани варварам, которых время от времени надежнее всего умиротворяли с помощью этого средства. Но вторжения варваров сами по себе служили причиной нарушения доставки дани, и это снова шло во вред городам, где росли цены на товары и услуги. Так как денежное довольствие солдатам устанавливалось на фиксированном уровне, его фактическая величина уменьшалась, поэтому солдаты беспрекословно слушались военачальников, предлагавших им щедрые взятки, при том, что конкретные факты оценки поддаются с трудом, высказывается предположение относительно того, что ценность денег в течение того столетия от их начального уровня могла снизиться в пятьдесят раз. Такой спад одновременно проявился в делах городов и в финансовой практике властей империи. Начиная с третьего века и позже, многие города ужались в размере и стали более сдержанными во внешнем проявлении богатства. Приемники периода раннего средневековья выглядели бледными отражениями тех величавых мест, которыми они когда-то представлялись. Одной из причин считали повышенную настойчивость императорских сборщиков налогов. С начала четвертого века, из-за обесценивания монет, императорским чиновникам пришлось взымать налоги в натуральном виде. И подобные поступления зачастую использовали непосредственно для снабжения местных гарнизонов, но также они шли на оплату услуг государственных служащих. И при таком фискальном выберте все больше теряло поддержку населения не только правительство, но также куреалы или муниципальные служащие, выполнявшие задачу по сбору таких податей. К трехсотому году их часто на такие должности назначали принудительно, и это служило верным признаком того, что когда-то желанные почести превратились в требующую напряженного труда обузу. Некоторым городам был к тому же нанесен фактический физический урон, особенно тем, что находились в пограничных областях. Значительным представляется тот факт, что ближе к завершению третьего века вокруг городов, находившихся в глубине территории империи, начали восстанавливать или возводить заново стены для их защиты. В Риме приступили к фортификационным работам вскоре после 270 года. Между тем, армия постоянно увеличивалась в размере. Для того, чтобы не пускать варваров внутрь империи, этой армии следовало платить. Она к тому же нуждалась в пропитании и вооружении. Однако, если варваров не отгонять от границ силой, им пришлось бы платить дань. Но бороться приходилось не с одними лишь варварами. Только в Африке граница империи с соседями Рима выглядела относительно спокойной, потому что там не было соседей, достойных особого внимания. В Азии дела обстояли гораздо мрачнее. Еще со времен Суллы холодная война с Парфянским царством время от времени перерастала в полномасштабное вооруженное столкновение. К полному и окончательному примирению римляне и парфяне не могли прийти по двум причинам. Первая заключалась в пересечении сфер их интересов. Наиболее наглядно оно просматривалось в Армении, царствие которое поочередно служило буфером и предметом бесконечных споров между ними в течение полутора веков. Но парфяне, к тому же, вмешивались в потревоженные воды еврейских мятежей, а они для Рима оставались весьма деликатным делом. Еще один источник беспокойства находился в искушении, постоянно появлявшемся у Рима из-за собственных внутренних династических проблем парфянского царства. Такого рода факторы уже приводили во II веке н.э. к кровопролитной схватке за обладание Арменией, подробности которой до нас дошли в очень расплывчатом виде. Север как-то вторгся на территорию Месопотамии, но ему пришлось вывезти свои войска, слишком уж далеко находились Месопотамские долины. Римляне старались хвататься за слишком много дел сразу, и поэтому столкнулись с классической проблемой чрезмерного напряжения империализма. Но их противники тоже утратили былую прыть и пребывали в упадке. Письменные документы парфян сохранились во фрагментарном виде, свидетельства истощения сил и всеохватывающей некомпетентности проявляются даже в чекане монет, изображения на которых читаются неясно и выглядят как смазанное подобие древних эллинизированных эскизов. В третьем веке парфянское царство исчезло, но угроза Риму с востока сохранилась. В истории старой области персидской цивилизации наступил поворотный момент. Около 225 года царь по имени Ардашир Папакан, позже известный на Западе в греческой передаче как Артаксеркс, убил последнего монарха парфянского царства и взошел на престол Ктесифона. Ему предстояло воссоздать Ахаменидскую империю Персии под управлением новой династии Сасанидов, выступавшей величайшим антагонистом Рима на протяжении четырехсот с лишним лет. В этом наблюдается огромная преемственность. Империя Сасанидов принадлежала зороастрийской ветве вероисповедания, каким было Парфянское царство, и возродилась Ахаменидская традиция, как это произошло во времена Парфянского царства. Через несколько лет персы вторглись в пределы Сирии, и с тех пор три столетия шла борьба с Римской империей. В третьем веке не было ни одного десятилетия без войны. Решительная попытка римлян прогнать Сасанидов назад в 260 году закончилась катастрофой. Император Валериан I, возглавивший римское войско, попал в плен к персам и числился единственным римским императором, которому когда-либо выпадала такая судьба — умереть в плену у иноземцев. Персидский шах-ин-шах Шапур I, после смерти незадачливого римского императора в плену, якобы приказал снять с тела Валериана кожу и хранил изготовленное из него чучело в качестве боевого трофея. Весь остаток третьего столетия сражения шли то тут, то там, но ни одной из держав не удалось одержать решающего превосходства над другой. Все вылилось в затянувшееся и ожесточенное соперничество. Своего рода равновесие установилось на весь четвертый и пятый века. Так что только в шестом столетии наметился заметный перелом. Между тем появились коммерческие связи. Хотя торговля на границе официально ограничивалась тремя формально назначенными городами, крупные колонии персидских купцов ожили во всех крупных городах Римской империи. Более того, через Персию пролегали торговые маршруты в Индию и Китай, которые представлялись настолько же жизненно важными для римских экспортеров товаров, как и для тех, кто нуждался в восточном шелке, хлопке и специях. Все-таки такие связи не отменяли наличие остальных факторов. Когда обходилось без войны, эти две империи как-то умудрялись сосуществовать, пряча холодную и благоразумную враждебность. Их отношения осложнялись наличием общин и народов, осевших с обеих сторон границы, поэтому постоянно существовала опасность нарушения стратегического баланса из-за любого изменения в одном из буферных царств в Армении, например. Последний тур открытой борьбы долго откладывался, и его время наконец-то наступило в шестом веке. Но не будем забегать слишком далеко вперед. К тому времени в Римской империи произошли огромные изменения, требующие объяснений. Одним из источников нажима, стимулирующего их, был рациональный динамизм монархии сасанидов. Второй исходил от варваров, обитавших вдоль границ по Дунаю и Рейну. Причину переселения народов, двигавшего ими в III веке и после, следует искать в протяженном развитии, и оно не так важно, как его результат. Эти народы становились все более упорными в своих намерениях, действовали большими массами, и в конце концов им пришлось позволить осесть внутри римской территории. Здесь их сначала использовали в качестве солдат, призванных защитить империю от других варваров, а затем переселенцы постепенно начали прибирать к рукам управление самой империей. В 200 году все это было еще в будущем. Тогда уже не оставалось сомнений, что внешний нажим будет только нарастать. Самыми активными в этом варварскими племенами были франки и аламаны с Рейна и готы из низовий Дуная. Начиная приблизительно с 230 года, легионеры империи изо всех сил пытались их сдержать. Но война на два фронта дорого обходилась римлянам. Сложные персидские дела в скором времени принудили одного из императоров пойти на уступки аламанам. Когда его ближайшие преемники к персидским трудностям добавили свои собственные разногласия, готы воспользовались потенциально выгодной ситуацией и вторглись на территорию провинции Мёзия, расположенную непосредственно к югу от Дуная. В 251 году, мимоходом покончив там с одним из императоров, пять лет спустя франки переправились через Рейн. Аламаны последовали их примеру и дошли до Милана, племена готов овладели Грецией, совершили набег на Азию и царство Эгейского бассейна с моря. На протяжении нескольких лет европейские защитные валы варвары преодолевали повсюду и одновременно. Масштаб вторжений варваров не поддается оценке. Они вряд ли когда-то могли выставить войско численностью больше тридцати тысяч воинов. Но такой численности противника в одном конкретном месте для императорской армии было уже слишком много. Ее основу составляли новобранцы из иллирийских провинций, соответственно, ситуацию переломили, сменявшие друг друга императоры иллирийского происхождения. В историю они вошли, по большей части, как толковые полководцы и к тому же отличались интеллектуальной импровизацией. Они умели верно определять приоритеты. Главные опасности исходили из Европы, и в первую очередь следовало заниматься именно ими. Благодаря союзу с Пальмирой у них получилось выиграть время и отдохнуть от Персии. Расходы сократились. Из-за Дунайской провинции Дакии они ушли в 270 году. Организацию армии поменяли таким манером, чтобы создать боеготовые мобильные резервы на каждом угрожаемом направлении. Все это ставится в заслугу Луцию Домицию Аврелиану, которого в Сенате заслуженно называли «воссоздателем Римской империи». Но заслуги его перед империей дорого ей обошлись. Если трудам этих иллирийских императоров не суждено было пропасть даром, тогда требовалось более основательное переустройство всей системы, и такую цель перед собой поставил Гай Аврелий Валерий Диоклетиан. Он зарекомендовал себя храбрым воинам и теперь решил восстановить относящуюся к эпохе Августа традицию, а получилось у него полное преображение империи. У воина Диоклетиана проснулся гений крупного администратора. Не обладающий богатым воображением, он отличался превосходной хваткой, когда дело касалось организации и принципов управления государством, любовью к порядку и умением подбирать нужных людей, а также доверять тем, кому можно было делегировать полномочия. К тому же Диоклетиан был энергичным человеком. Столица Диоклетиана находилась там, где оказывалась императорская свита. Она перемещалась по всей территории империи, останавливаясь на год там, на парочку месяцев здесь, а иногда только на день или два в одном и том же месте. Сам смысл реформ, проводившихся при его дворе, заключался в расчленении империи, предназначенном для того, чтобы оградить ее от опасностей внутренних расприй между претендентами на престол из отдаленных провинций, а также от перенапряжения административных и военных ресурсов. В 285 году Диоклетиан назначил соправителем Максимиана, Марк Аврелий Валерий Максимиан Геркулий, и вверил его заботам западную часть империи по линии от Дуная до Далмации. Двум этим августам впоследствии присвоили титул Цезарей как коадьюторов. Теперь им предстояло помогать друг другу и в случае необходимости наследовать престол. Тем самым создавался вариант упорядоченной передачи власти по наследству. Фактически механизм престола наследия в соответствии с замыслом Диоклетиана использовался всего лишь один раз при его отречении и отречении его соправителя. Однако практическое разделение системы управления империей на две имперские структуры не отменялось. После этого времени всем императорам приходилось мириться с таким разделением, даже когда номинально оставался один лишь император. В дополнение к этому появилась совершенно новая концепция императорской канцелярии. Титул «принцепс» больше уже не использовался. Императоров стали назначать военные, а не сенат, и им все подчинялись на условиях, напоминавших полуобожествление царского сана восточных дворов. На практике они действовали через пирамиду власти бюрократии. Епархии, подчиненные непосредственно императорам, через их викариев, включали области намного меньшие по размеру и приблизительно вдвое более многочисленные, чем были раньше. Монополия сенаторов на власть правительства ушла в историю. Звание сенатора теперь символизировало лишь общественное отличие, принадлежность к состоятельному сословию землевладельцев или обладание одним из важных бюрократических постов. Сословие эквитов исчезло как таковое. Военное ведомство тетрархов, как назвали данную систему государственного управления, подверглось значительному укропнению и по этому удорожанию, по сравнению с установленным изначально августом учреждением, от теоретической мобильности легионов, глубоко пустивших корни в своих долгое время существовавших гарнизонах, пришлось отказаться. Армию на границах теперь разбили на подразделения, часть которых постоянно оставалась в местах своего расположения, в то время как остальные подразделения преобразовали в новые мобильные отряды, меньшей численностью, чем прежние легионы. Снова вводится обязательная воинская повинность. На ратную службу призывалось около полумиллиона мужчин. Их управление полностью отделялось от гражданского правительства провинции, от которого когда-то военные были неотделимы. В результате получилась система, выглядевшая не совсем так, как ее себе изначально представлял Диоклетиан. Она в значительной мере обеспечила восстановление военной мощи и стабилизацию ситуации, но требовала громадных затрат. Платить за армию в течение столетия, увеличившуюся по размеру вдвое, должно было население, которое к тому времени уже начинало сокращаться. Бремя налогов не только подрывало лояльность подданных империи и поощрило казнократство, оно, к тому же, потребовало строгого контроля мер социального развития в том плане, чтобы сохранить существовавшую налоговую базу. Пришлось принять драконовские меры по пресечению миграции населения. Земледельцев, например, обязали остаться там, где их зарегистрировали в ходе переписи. Еще один знаменитый, хотя совершенно очевидно провальный пример, состоял в попытке отрегулировать оклады и цены по всей империи через их замораживание на определенном уровне. Такого рода меры, как и усилия по привлечению большего объема налоговых поступлений, означали укропнение аппарата государственной службы и, по мере соответствующего роста числа административных работников, конечно, то же самое происходило с накладными расходами правительства. В конце правления Диоклетиан смог добиться величайшего своего достижения, открыв путь к новому представлению о самой канцелярии императора. Так или иначе, в условиях непрерывных попыток узурпации власти и постоянных провалов властей, восприятие империи перестало быть однозначным. Дело даже не в бытовой неприязни к повышающимся поборам или в страхе перед растущим числом сотрудников древней тайной полиции, распалась идеологическая основа империи, а без нее преданность подданных направить было некуда. Цивилизация пребывала в тупике, а с нею там оказалось правительство империи. Духовная матрица канонического мира разваливалась. Ни государство, ни цивилизацию больше не считали чем-то само собой разумеющимся, и ведь для их существования требовался новый идеальный образ. Ответом на эту потребность стал акцент на уникальном статусе императора и его сакральной роли. Диоклетиан действовал сознательно как спаситель, как подобный Юпитеру деятель, сдерживающий хаос. Многое в поступках роднило его с теми мыслителями конца классического мира, которые видели в жизни бесконечную борьбу между добром и злом. Все-таки в таком видении не просматривалось ничего греческого или римского. Его видение мира было восточным. Принятие нового отношения императора к богам и поэтому новой концепции официального культа не сулило ничего хорошего традиционной практической терпимости греческого мира. Теперь определить судьбу империи могли решения относительно вероисповедания. Таким образом сформировалась история христианских церквей со всеми ее успехами и провалами. Христианству предстояло выступить в качестве наследника Рима. Многие религиозные конфессии поднялись с положения преследуемых меньшинств, чтобы превратиться в самостоятельное духовное учреждение. Отличие от них христианской церкви, стоящей особняком, заключается в том, что ее становление происходило внутри уникально всесторонней структуры заключительного периода Римской империи. Она одновременно принадлежала к классической цивилизации и укрепляла ее спасительную связь. Результатом стали грандиозные последствия не только для христианства, но и для Европы, а также в конечном счете для всего мира. В начале третьего века миссионеры уже донесли свою веру до нееврейских народов Малой Азии и Северной Африки. В частности, в Северной Африке христианство добилось своих первых массовых успехов в городах. Оно долго оставалось преобладающим городским явлением, однако все еще в значительной степени считалось вероисповеданием меньшинства, и повсеместно на территории империи старые боги и местные божества пользовались преданной поддержкой селян. К 300 году христиане составляли всего лишь около одной десятой части населения Римской империи, но уже бросались в глаза признаки благосклонности и даже уступок со стороны официальных властей. Один император номинально числился христианином, а еще один почитал Иисуса Христа наравне с остальными богами, которым поклонялись в частном порядке его домочадцы. Такого рода контакты с придворными служат иллюстрацией взаимодействия еврейской и классической культуры, которая составляет важную часть процесса ускорения христианства в Римской империи. Возможно, старт данному процессу дал апостол Павел, ведь этот еврей из Тарсуса мог общаться с афинянами на понятном им языке. Позже, уже в начале II века, палестинский грек Юстин Мученик предпринял попытку показать, что христианство было в долгу перед греческой философией. Здесь стоит обратить внимание на политический момент. Культурное отождествление с классической традицией помогло опровергнуть обвинения христиан в нелояльности империи. Если бы христиане могли стоять в ряду идеологических наследников эллинского мира, их следовало считать добропорядочными гражданами и рациональным христианством Иустина, даже при том, что он принял мученическую смерть около 165 года, предусматривалось богооткровение промысла Божьего, в котором все великие философы и пророки, Платон в их числе, приняли участие, но который был полным только во Христе. Остальные должны были следовать тем же линиям, особенно проповедник Климент Александрийский, попытавшийся объединить языческую образованность с христианством, и Ориген, хотя его учение как таковое все еще вызывает споры ввиду утраты многих его писаний. Североафриканский христианин Тертулиан высокомерно вопрошал, какое отношение академия имеет к церкви? Ему ответили отцы церкви, которые сознательно использовали концептуальный аппарат греческой философии, чтобы представить символ веры, который прикрепил христианство к рациональности, чего Павел не удосужился сделать. Если присовокупить к его обещанию спасения души после смерти тот факт, что христианской жизнью можно прожить целеустремленно и оптимистично, то такие соображения послужат основанием для предположения о том, что христиане к третьему веку верили в будущее. Благоприятные предзнаменования выглядели намного обыденнее, чем преследования, настолько популярные в истории древней церкви. Наблюдалось два великих рецидива. В одном середины века отразился духовный кризис данного учреждения. Дело касалось не только экономической деформации и военного поражения, свалившихся на империю, но и деформации, обусловливающей сам римский успех. Космополитизм, казавшийся во многом отметиной римской империи, неизбежно послужил растворителем романитас, все больше превращавшийся в миф и пустой лозунг. Император Деций явно уверовал в то, что старый рецепт возвращения к традиционной римской добродетели и ценностям все еще мог подействовать. При этом подразумевалось возрождение служения богам, благосклонность которых обернется на пользу империи. «Христиане, как приверженцы остальных вероисповеданий, должны поклоняться римской традиции», — сказал Деций. «И многие его послушали, судя по пожертвованиям, принесенным ими ради спасения от преследований. Кто-то отказался повиноваться и погиб». Несколько лет спустя Валериан возобновил преследование на тех же самых основаниях, хотя его проконсулы занялись скорее управляющим персоналом и имуществом церкви, ее зданиями и книгами, чем массами прихожан. После этого гонения пошли на спад, и церковь возобновила свое подпольное существование чуть ниже горизонта официального внимания. Гонения на церковь показали, тем не менее, что на истребление новой секты потребуются большие усилия и продолжительное время. Искоренение христианства уже возможно было не по силам римскому правительству, исключительность и обособленность раннего христианства стали уходить в прошлое. Христиане приобретали все большую значимость в местных делах, в азиатских и африканских провинциях. Епископы часто становились общественными деятелями, с которыми чиновники готовы были поддерживать деловые отношения. Появление отличительных традиций внутри паствы – традиции церквей Рима, Александрии и Карфагена считались самыми важными, свидетельствовало о той степени, в которой они укоренялись в местном обществе и насколько могли отражать чаяние местной паствы. За пределами империи также просматривались признаки того, что христианство впереди могут ждать лучшие времена. Местные правители зависимых государств, приютившихся в тени Персии, цеплялись за все источники потенциальной поддержки, причем уважение к получившему широкое распространение вероисповеданию выглядело по меньшей мере благоразумным. В своей миссионерской деятельности христиане преуспели среди населения Сирии, Киликии и Каппадокии, а в ряде городов они даже сформировали социальную элиту. Помогло убедить царей еще и бытовое суеверие. Могущество христианского бога можно было как-то доказать, и к тому же практически ничего не стоило застраховаться от его недоброжелательности. Таким образом произошло просветление политических и мирских перспектив христианства. С некоторым удовлетворением христиане отметили, что их гонители получили по заслугам. Деций сгинул в бою с готами, а судьба Валериана уже изложена выше. Зато Диоклетиан, по всей видимости, должных выводов для себя не сделал и в 303 году приступил к последним великим римским гонениям на христиан. Сначала особой жестокости не проявлялась. Главными субъектами преследования власти назначили верующих во Христе чиновников, духовенства, а также такие объекты, как книги и здания церкви. Священные книги полагалось сдавать для последующего предания их огню. Однако казни из-за воздержания от жертвоприношений в течение некоторого времени не проводилось. Многие христиане, тем не менее, на самом деле, вносили положенное пожертвование. Епископ-прихожан Рима, в том числе кесарь запада Констанций, отказался от гонений на христиан после 305 года, когда от престола отрекся Диоклетиан, хотя его восточный коллега, преемник Диоклетиана по имени Галерий, имел на этот счет четкое мнение и под страхом смертной казни потребовал всеобщего жертвоприношения. Другими словами, гонения на христиан были жестче в Египте и Азии, где их организовывали на самом высоком уровне на несколько лет дольше. Но до того их прекратили путем сложных политических ходов, послуживших появлению императора Константина Великого. Он приходился сыном Констанцию, скончавшемуся в Британии в 306 году, спустя год после его восшествия на престол под именем Август. Константин в то время находился рядом, и хотя по отцу звание кесаря ему не полагалось, императором его провозгласили «Ратники армии в Йорке». Наступило время двух беспокойных десятилетий. Запутанность борьбы за власть обозначила провал задумок Диоклетиана, мечтавшего о мирной передаче империи. Все успокоилось в 324 году, когда Константин объединил империю под властью единоличного правителя. К этому времени он уже решительно взялся за решение проблем империи, хотя гораздо большего добился как солдат, чем как администратор. Зачастую, с привлечением новобранцев из числа варваров, он сформировал мощную полевую армию по всем параметрам, отличавшуюся от пограничной охраны. Ее он расквартировал в городах внутри территории империи. С тактической точки зрения он принес здравое решение, трезвость которого подтвердилась военной мощью демонстрировавшейся империей на Востоке на протяжении последующих двух столетий. Константин, к тому же, расформировал притарианскую гвардию и создал новую личную охрану, укомплектованную германцами. Он восстановил хождение твердой золотой валюты, а также проложил путь к отмене системы натуральных налогов и восстановлению товарно-денежного хозяйства. Его реформы налогово-бюджетных отношений принесли не такие однозначные плоды. Зато он сделал попытку перераспределения бремени налогов таким манером, чтобы в большей степени переложить их на богачей. Ничто из описанного выше, тем не менее, не поражало его современников настолько мощно, как его отношение к христианству. Константин предоставил церкви официальное пристанище. Тем самым он сыграл в формировании ее будущего более важную роль, чем любой из христианских прихожан, и за это Константина стали называть тринадцатым апостолом. Однако его личные отношения с христианством складывались совсем непросто. В интеллектуальном плане он рос с монотеистической склонностью многих деятелей конца классического периода и, несомненно, пришел к твердой вере во Христа. Для христиан тогда было обычным делом, точно так же, как и он, они откладывали крещение до восхождения на смертное ложа. Только отдавался он вере, исключительно из страха и надежды, так как Бог, которому он поклонялся, был Богом власти. Сначала он поклонялся Богу Солнца, изображение которого носил на теле и чей культ официально ассоциировался с культом императора. Затем, в 312 году, накануне сражения, и в результате того, что он верил в нечто, показавшееся ему пророческим видением, он приказал своим ратникам изобразить на счетах христианскую монограмму. На данном примере можно почувствовать его готовность молиться любым подходящим для решения собственных задач богам. То сражение Константин выиграл и впредь, хотя продолжал публично поклоняться культу Солнца, начал оказывать большие предпочтения христианам и их Богу. Одним из наглядных проявлений такого предпочтения стал Эдикт, выпущенный в следующем году другим претендентом на империю после соглашения с Константином в Милане. Христианам возвращались их собственность и обеспечивалась та же терпимость, которая распространялась на приверженцев остальных вероисповеданий. В такой реабилитации могли раскрываться собственные взгляды Константина, а также его желание сформулировать возможную формулу компромисса с его коллегой, так как в Эдикте его положения объяснялись надеждой на то, что какое бы божество ни восседало на небесном престоле, его всегда можно умиротворить и рассчитывать на высшую благожелательность к нам и всем, кто находится под нашей властью. Константин по-прежнему щедро одаривал церкви Рима недвижимым имуществом, проявляя особое к ним расположение. Наряду с предоставлением значительных налоговых уступок духовенству он передал церкви неограниченное право на завещательный дар. Тем не менее, на протяжении многих лет, через чеканку своих монет, он продолжал чтить языческих богов, особенно непобежденное солнце. Постепенно Константин приходил к ощущению себя как носителя своего рода священной миссии, что сыграло главную роль в дальнейшем преобразовании имперской канцелярии. Он взял на себя ответственность перед Богом за благополучие церкви, которой он все более публично и однозначно поклонялся. После 320 года солнце на его монетах больше не появлялось, а ратников заставляли выстаивать на торжественных построениях перед богослужением. Но он всегда помнил об уязвимости чувств его подданных язычников, пусть даже позже он обобрал храмы, лишив их золота, которое пустили на украшения строившихся роскошных христианских церквей, и поощрял новообращенных всяческими посулами, он по-прежнему уважал старые культы. В ряде трудов Константин, как и в своих трудах Диоклетиан, предпринял попытку расширенного толкования прецедентов, скрытых и неявных в прошлом. Он на самом деле допускал вмешательство во внутренние дела церкви. Уже в 272 году христиане Антиохии обратились к императору с просьбой забрать одного епископа, а в 316 году Константин сам пытался уладить разногласия в Северной Африке через назначение епископа Карфагена против воли донатистов. Константин пришел к убеждению, что император был обязан Богу большим, чем предоставлением свободы церкви или даже обличением. Его представление о собственной роли развелось до того, что он увидел себя гарантом, а если потребуется, то и творцом единства, требуемого Богом в качестве платы за свое высшее благоволение. Когда он взялся за донатистов, им двигало собственное видение долга, а донатисты вошли в историю в качестве первых схизматиков, раскольников, подвергшихся гонениям со стороны христианского правительства. Константин числится творцом цезарепапизма, то есть веры в то, что светский правитель одарен божественными полномочиями на регулирование вероисповедания и представление о государственной религии в Европе на последующие тысячу лет. Величайшим поступком Константина в упорядочении религии можно назвать формальное объявление себя христианином в 324 году. Заявление поступило до того, как он одержал еще одну победу над императорским соперником, который, что забавно, подвергал христиан гонениям. При этом он собирал первый Вселенский собор, вошедший в историю как Никейский собор христианской церкви. Впервые этот собор прошел в 325 году. На нем присутствовало без малого 300 епископов, и Константин вел его в качестве председателя. Перед участниками того собора ставилась задача разработки реакции церкви на появление новой ереси в лице арианства, основатель которого по имени Арий утверждал, будто бог-сын не обладал божественностью бога-отца. Технические и теологические по своей сути, эти проблемы все-таки вызывали огромное противоречие в обществе. Громкий скандал устроили оппоненты пресвитера Ария. Константин постарался ликвидировать раскол, и на соборе сформулировали догму с осуждением арианов, но при этом предусмотрели второе воссоединение, во время которого Ария снова пригласили к таинству святого причастия после провозглашения подходящих заявлений. Тот факт, что такое решение удовлетворило не всех епископов, и то, что с запада в Никею прибыло совсем немного делегатов, представляется не таким важным, как председательство Константина на этом решающем событии, когда все узнали об особых полномочиях и обязанностях, возложенных на императора. Сама церковь получила покрывало цвета имперского фиолета. Заслуживают упоминания и остальные великие свершения. Под маской казуистики богословов скрывался большой вопрос одновременно практики и принципа. Какое место следовало отвести в новом идеологическом единстве, приданном империи через официальное учреждение христианства, отклонению от христианских традиций, представлявшихся в общественно-политических, а также литургических и богословских реалиях, церкви Сирии и Египта, например, отличались мощным налетом унаследованных представлений и обычаев и принадлежавших эллинской культуре и происходивших от популярных вероисповеданий тех районов. С учетом таких важных моментов становится легче объяснить, почему практический результат политики Константина в духовной сфере оказался меньшим, чем он рассчитывал. Участники того собора не смогли придумать буферную формулу для облегчения всеобщего примирения в духе компромисса. Отношение самого Константина к Арианам в скором времени смягчилось. В конце-то концов, как раз арианский епископ окрестил его, когда он был при смерти. Но противники Ария, во главе с самым последовательным их представителем епископом Афанасием Александрийским, оставались беспощадными к Арианам. Когда Арий умер, этот спор еще продолжался, а в скором времени скончался и сам Константин. И все равно арианству не дано было прочно прижиться на востоке. Своего окончательного успеха арианские миссионеры достигли среди германских племен юго-восточной России. Воспринятому населением стран-варваров арианству суждено было сохраниться на Западе до седьмого столетия. Насколько неизбежным можно считать случившееся в конечном счете возвышение церкви? Гадание по этому поводу никакой пользы не принесет. Понятно, что вразрез с существовавшей североафриканской христианской традицией, носители которой видели государство учреждением бесполезным, настолько безусловно важное явление, каким считается христианство, едва ли могло оставаться непризнанным гражданской властью. Кто-то должен был сделать первый шаг. Таким человеком, соединившим церковь и империю, на все время существования самой империи, стал Константин. Его выбор оказался решающим в истории человечества. Больше всех от решения Константина выиграла церковь, ведь ее служители обрели благодать Рима. Внешне в империи мало что изменилось. Как бы там ни было, сыновей Константина воспитали христианами, и пусть даже хрупкость нового учреждения обнаружится вскоре после его смерти в 337 году, он все равно совершил решающий разрыв с традицией классического Рима. В конечном счете, невольно он заложил основы христианской Европы и тем самым основы современного мира. Одно из его решений, совсем чуть-чуть не такое долговечное по своему действию, было основание им по промыслу Божиему, как он сказал, на территории древней греческой колонии Византии у входа в Черное море, города, сравнимого с Римом. В 330 году этот город осветили с присвоением имени Константинополь. При том, что его собственный двор оставался в Никомедии, и ни один император не жил там постоянно еще 50 лет, Константин снова определил будущее своих потомков. На протяжении тысячи лет Константинополь служил девственной христианской столицей, неопороченной языческими обрядами. После этого больше пятисот лет своей столице его считали язычники, а потенциальные преемники его традиций постоянно вели борьбу за обладание ими. Тем не менее, умерим свои разыгравшиеся фантазии. Нам следует вернуться в Римскую империю той поры, когда ее покинул Константин. В глазах римлян все еще остающуюся единственной цивилизацией, окруженной варварами. Ее границы по большей части проходили вдоль физико-географических объектов, которыми более или менее обозначились признанные рубежи отдельных географических или исторических областей. Северным их пределом служил вал Адриана в Британии. На территории континентальной Европы границы проходили по руслу Рейна и Дуная. Черноморские побережья к северу от устья Дуная пришлось уступить варварам в 305 году до н.э. Зато Малая Азия осталась в пределах империи. Она простиралась на восток до самой подвижной границы с Персией. Дальше на юге, в пределах границы империи, находились побережья Леванта и Палестина. И эта граница шла до Красного моря. Долина Нижнего Нила все еще принадлежала Риму, так же как североафриканское побережье. Африканская граница империи проходила по Атласским горам и пустыне. Это единство при всех великих трудах Константина значительной мере оставалось всего лишь видимостью. Как показали первые экспедиции с внедрением власти двух императоров одновременно, мир римской цивилизации стал слишком большим для единой политической структуры, каким бы желательным ни казалось сохранение мифа о ее единстве, растущее культурное различие между говорящим на греческом языке Востоком и на латыни Западом, новая роль Малой Азии, Сирии и Египта, где появились многочисленные христианские общины, после учреждения христианства и продолжающееся стимулирование прямых контактов с ними, вело к неизбежному концу империи. После 364 года две части Старой Империи в последний раз и только на короткий период времени управлялись одним и тем же человеком. Их учреждения расходились все дальше друг от друга. На Востоке император считался богословской, а также юридической фигурой. Воплощение империи и христианского мира в положении императора, как воплощение божественного промысла, считалось бесспорным. На Западе к 400 году уже явно просматривались предвестники различия ролей церкви и государства, которые должны были породить один из самых созидательных аргументов европейской политики. К тому же развелась хозяйственная противоположность. На Востоке хватало населения для производства все еще крупных доходов, в то время как на Западе в 300 году у народов отсутствовали возможности прокормить себя без взвоза продовольствия из Африки и со Средиземноморских островов. Сегодня нам кажется очевидным, что должны были появиться две совершенно разные цивилизации, но потребовалось продолжительное время, прежде чем любой из участников процессов, происходящих в древности, смог это увидеть. Вместо этого они стали свидетелями намного более устрашающего события. Западная империя просто исчезла. К 500 году, когда границы Восточной империи оставались по большому счету на том же месте, что и при Константине, а его преемники все еще удерживали их собственную вотчину от поползновений персов, последнего западного императора свергли, и его регалии в Константинополь послал царь варваров, притяжавший на власть в качестве наместника Восточного императора на Западе. Зададимся вопросом, а что же на самом деле рухнуло? Что пришло в упадок или погибло? Писатели V века сожалели о случившемся настолько горько, что легко возникает впечатление, усиленное драматическими эпизодами истории типа разграбления самого Рима, что римское общество как таковое развалилось на части. Все обстояло не совсем так. Рухнул один только государственный аппарат. Одни его функции некому стало выполнять, а другие перешли в иные руки. Этого было достаточно, чтобы объяснить возникшую писателей тревогу. Учреждения с тысячелетней историей существования уступили дорогу новым ведомствам в течение полувека. Едва ли стоит удивляться тому, что с тех самых пор народ задается вопросом, почему так случилось? Объяснение можно дать в общем виде. Государственный аппарат на Западе постепенно заедал после восстановления в IV веке. Совокупные его заботы слишком выросли из-за демографической, финансовой и экономической базы, на которую они ложились. Главная цель привлечения поступлений в казну состояла в том, чтобы оплачивать военную машину, но становилось все труднее обеспечивать достаточную сумму денег. После Дакии не было новых завоеваний, чтобы получить дополнительную дань. В скором времени меры по выжиманию повышенных налогов заставили богатых и бедных в равной степени искать пути их обхода. Задача состояла в том, чтобы довести земледельческие усадьбы до положения простого воспроизводства ради собственного потребления и превращения в замкнутое предприятия без выхода на открытый рынок. Параллельно с этим процессом шел распад городского правительства, так как торговля чахла, а богачи выходили в сельскую местность. Результат в военной сфере выразился в том, что в армию пришлось набирать всякий сброд, так как было нечем платить достойному контингенту, даже у реформы, предусматривавшей дробление армии на мобильные и гарнизонные войска, оказались недостатки, так как подразделения первой категории утратили боевой дух в силу размещения рядом с императорской резиденцией. Солдаты быстро привыкали к неге и привилегиям, связанным с городским образом жизни, а в это время подразделения второй категории превратились в оседлых колонистов, не желающих рисковать благополучием своих хозяйств, которыми обзавелись. Логически последовало новое снижение на бесконечной спирали спада. При слабой армии Римской империи пришлось еще больше полагаться на тех самых варваров, которых эта армия якобы должна была держать на почтительном расстоянии, поскольку их призывали на службу в качестве наемников, чтобы сохранить лояльность таких ратников требовалась политика соглашательства и умиротворения. В этой связи римлянам пришлось пойти на очередные уступки варварам, когда переселение германских народов достигало очередного пика. Переселение и привлекательная перспектива оплачиваемой службы на территории империи могли послужить более веским вкладом варваров в крах этой империи, чем простой расчет на возможность пограбить ее население. Надежда на щедрую добычу могла бы послужить поводом для образования банды-грабителей, но едва ли свержению империи. В начале четвертого столетия германские народы заселили всю полосу вдоль границы империи от Рейна до Черного моря. Тех, что жили ближе других к областям римской экспансии, начавшейся в первом столетии, в значительной степени притягивал опыт развития империи. Римляне все еще могли смотреть на них как на варваров, но уже появились варвары с новыми моделями организации общества, новыми техническими приемами и новым оружием, позаимствованным за последние 400 лет развития посредством торговли и культурного влияния вдоль римских границ. Многие из этих варваров должны были к тому же помнить, что на протяжении многих веков они страдали от злонамеренной военной агрессии Рима. Самая мощная концентрация таких варваров в тот момент оказалась как раз на юге. Они принадлежали к народностям Остготов и Вестготов, выжидавшим подходящего момента на противоположном берегу Дуная. Некоторые из них уже принадлежали крестьянам, хотя и арианского уклона. Вместе с вандалами, бургундцами и лангобардами они составили восточную германскую группу племен. К северу обитали западные германцы, франки, аламаны, саксы, фризы и тюрингцы. Они вступят в дело на втором этапе великого переселения народов IV и V столетий. Перелом наступил в последней четверти IV века. После 370 года дальше к западу усиливался нажим со стороны могучего кочевого народа из Центральной Азии, вошедшего в историю под названием Гунны. Они наводнили территорию Ост-Готов, разгромили Аланов, говорившее на иранском наречии племя, переселившееся туда в предыдущем веке, и затем у Днестра повернули на Вест-Готов. Не в силах сдержать Гуннов, Вест-Готы бежали в поисках спасения в Римскую империю. В 376 году им позволили переправиться через Дунай и обосноваться у границы. Так произошел новый отход от сложившихся было правил. Раньше вторгшихся варваров изгоняли или распределяли на проживание среди большинства местного населения. Римские порядки привлекли правителей варваров, и их последователи вступали в римские легионы. Вест-Готы, между тем, пришли целым племенем численностью порядка сорока тысяч человек, они сохраняли свои законы и религию и держались в месте компактной колонии. Император Валент II собрался было разоружить их, но этого сделано не было, поэтому пришлось применить оружие. В сражении при Адрианополе в 378 году император погиб, и римскую армию разгромила конница Вест-Готов. Вест-Готы разорили Фракию. Обозначился поворотный пункт по нескольким направлениям. Теперь на службу в римскую армию в качестве конфедератов стали наниматься целые племена, и они переходили на римскую территорию, чтобы служить под командованием своих вождей в готовности дать отпор другим варварам. Крупные группы вандалов и аланов переправились через Рейн в 406 году, и вытеснить их с территории Рима не получилось. Временное соглашение с Вест-Готами те выполнять не собирались. В Восточной империи не нашлось сил, способных отстаивать ее европейские территории за пределами Константинополя, хотя когда армии Вест-Готов в начале V века двинулись на север в сторону Италии, их на некоторое время задержал один полководец вандалов. Оборону Италии, как старинного центра Римской империи, на тот момент обеспечивали исключительно наемники-варвары, но в скором времени даже они уже не могли справиться с такой задачей, Константинополь можно было еще удерживать, зато Рим-Готы взяли в 410 году. После неудавшегося похода на юг в расчете на разграбление Африки, точно таким образом, каким они прошлись по Италии, Вест-Готы снова повернули на север, перешли через Альпы в Галию и в конце пути в 419 году обосновались в новом царстве под названием Тулуза, представлявшем собой государство Готов в составе Римской империи, где готская аристократия делила власть с гальско-римскими землевладельцами представителями старинных родов. Во всех этих запутанных событиях трудно разобраться, но следует все-таки обратить внимание на еще одно основное движение народов, позволяющее объяснить перекраивание европейской расовой и культурной карты V столетия. В обмен на колонизацию Аквитании западный император заручился обещанием Вест-Готов оказать ему помощь в изгнании с территории Испании остальных посторонних пришельцев. Самыми опасными среди них считались вандалы, принадлежавшие восточно-германскому племени с Балтийских берегов. В 406 году оголенная граница по Рейну, солдат с которой послали защитить Италию от нашествия Вест-Готов, тоже пала, и вандалы с говорящими на персидском языке Алланами, ворвались в Галлию. Оттуда они ринулись на юг, по пути осаждая города и грабя население, перешли Пиренеи, чтобы в Испании провозгласить государство вандалов. Спустя 20 лет их позвал в Африку римский губернатор Раскольник, нуждавшийся в помощи вандалов. Вест-Готы вытеснили их из Испании. В 439 году вандалы взяли Карфаген. В царстве вандалов Африки теперь появилась своя морская база. Им предстояло оставаться там на протяжении без малого ста лет. И в 455 году они тоже отправились брать Рим. Рим они взяли и оставили свое имя в истории, ставшее синонимом бессмысленного разрушения бесценных культурных памятников. Ужасное само по себе разрушение Рима – ничто по сравнению с захватом вандалами Африки, послужившим смертельным ударом по старинной Западной империи. Теперь римская империя утратила львиную долю своей экономической базы. Невзирая на то, что восточные императоры все еще могли себе позволить мощные усилия и прилагали их на Западе, римская власть там дышала на ладан. Уже в 402 году западный император и сенат бежали из Рима в Равенну, послужившую последней столицей империи в Италии. В использовании варваров против варваров проявилась фатальная ущербность империи. Совокупный эффект от свежих внешних воздействий сделал ее восстановление невозможным. Для защиты Италии требовалось оставить Галлию и Испанию на милость вандалов, а их вторжение в Африку означало утрату Римом зерноводческих провинций. Полный крах наступил в Европе в третьей четверти текущего века. Он последовал за величайшими нашествиями гуннов. Эти кочевники способствовали вытеснению германских племен на Балканы и в Центральную Европу после предварительного разорительного захода в Анатолию и Сирию. К 440 году во главе гуннов стоял Атила, при котором их мощь достигла высшего предела. Из Венгрии, где заканчивается широкий степной коридор из Азии, он с огромным войском союзников в последний раз повернул на запад, но потерпел поражение в сражении под Труа в 451 году от римской армии Вестготов, который командовал воевода происхождением из варваров. Больше гунны угрозы не представляли. Атила умер два года спустя, а перед кончиной он собирался жениться на сестре западного императора и по возможности самому занять императорский трон. После смерти Атилы среди гуннов начались распри. Чем воспользовались их подданные на территории Венгрии, поднявшие массовое восстание и разгромившие их войско. С тех пор следы гуннов в истории практически исчезают. У них на родине в Центральной Евразии формируются новые конфедерации кочевников. Им предстоит сыграть похожую роль в будущем, но с рассказом о них можно повременить. Гунны нанесли добивающий удар империи на Западе. Один император послал своего понтифика просить мира у Атилы. Последнего западного императора в 476 году сверг германский военачальник Одуакр и формальная верховная власть над империей перешла к восточным императорам. При том, что Италия, как и остальная часть прежних западных провинций, стала с тех пор царством варваров, самостоятельным во всех отношениях, кроме названия, своим сувереном итальянцы видели императора, хотя тот мог находиться в Константинополе. Остальная часть Западной Европы перешла под власть кочевников из Центральной Евразии. Фундаментом появившихся новых царств стали народ, традиции и представления, получившие развитие в сцепях Центральной Евразии, а также влияние готов, аланов и гуннов, которые они оказывали на германские племена, общавшиеся с ними. Тем, кто жил на континенте, этот мир казался совершенно неизведанным. Структура, которая под ударами варваров уступила путь новым веяниям времени, в последние десять лет своего существования, постоянно напоминала о себе самым зловещим образом. Она вроде бы все время куда-то исчезала, поэтому практически невозможно назвать точную дату ее конца. Вряд ли 476 год запомнился живущим в то время чем-то знаменательным. Появление царств варваров можно назвать всего лишь логическим развитием зависимости римлян от отрядов варваров, составлявших их полевое войско, и заселение федератами приграничных районов. Самим варварам ничего сверх того, что им удавалось элементарно награбить, не требовалось. Совершенно определенно они не собирались заменять императорскую власть какими-то своими собственными порядками. Некий год, как утверждают, высказался вот так. Я надеюсь остаться в глазах потомков тем, кто восстановил Рим, ведь не могу же я вдруг оказаться узурпатором. Гораздо большую и основательную опасность представляли угрозы, а не бахвальство варвара. В социально-экономическом плане та же легенда третьего столетия повторилась в столетии пятом. Города приходили в упадок, а их население сокращалось. Государственная служба все больше скатывалась к дезорганизации, поскольку чиновникам приходилось как-то защититься от роста цен на товары, требуя денег за выполнение своих обязанностей. Хотя поступления в казну сократились из-за утраты ряда провинций, щедрые расходы двора удавалось сохранять за счет продажи государственных должностей за деньги. Зато от самостоятельности ничего не осталось. Власть римских императоров всегда опиралась на мощь их армии, но последние правители Западной империи дошли до такой стадии, что на равных вели переговоры с военачальниками варваров, которых им приходилось обхаживать, а потом и вовсе превратились в их марионеток, запертых в последней столице империи Равенне. Современники оказались правы в том смысле, что увидели в разграблении Рима в 410 году окончание эпохи, так как в этом событии обнажилась истина того, что в Римской империи не осталось места для духа романитас. К тому времени появилось множество новых свидетельств того, что происходило в империи. Последний император династии Константина попытался в период своего краткосрочного правления, 361-363 годы, восстановить языческие культы. Тем самым он заслужил себе историческую известность, а в глазах христиан позор и звучное звание «отступник», хотя больших заслуг за ним не числится. Он полагал, что восстановление старинных жертвоприношений должно обеспечить былое благополучие, но ему выпало слишком мало времени, чтобы проверить правильность такого своего суждения. Самым поразительным теперь могло выглядеть бесспорное предположение о неразрывном переплетении религии и общественной жизни, на котором базировалась его политика и которым определялось генеральное соглашение. Корни происхождения такого предположения уходили в римскую, а не христианскую почву. Юлиан не смел ставить под сомнение труды Константина, а Феодосий, как последний правитель Единой империи в 380 году, наконец-то запретил публичное богослужение древним идолом. Что это означало на деле, сказать трудно. В Египте все указывало на окончание процесса преодоления его древней цивилизации, которая просуществовала на протяжении восьми столетий или около того. Победу греческих идей, сначала одержанную философами Александрии, повторило христианское духовенство. Жрецов древних культов теперь следовало высмеивать как язычников. Римское язычество находило искренних последователей еще в V веке, и только в конце этого столетия наставников-язычников изгнали из университетов Афин и Константинополя. Наступил момент некоего великого поворота. Пришло время закрытого христианского общества средневековья. Христианские императоры в скором времени приступят к развитию его в нужном им направлении, которое слишком знакомо теперь всем, через лишение евреев, как наиболее заметной группы населения, чуждой закрытому обществу, их юридического равенства остальным гражданам. Наблюдается новый поворотный момент. Иудаизм давно считался единственным монотеистическим представителем в плюралистическом религиозном мире Рима, и теперь его место заняло христианство, вышедшее из недр того же иудаизма. Первым ударом по иудаизму пришелся запрет на обращение в его веру, и в скором времени последовали новые удары. В 425 году отменили патриаршество, при котором евреи пользовались административной автономией. Когда начались погромы, евреи стали уходить на территорию Персии. Их растущее отчуждение к империи ослабило ее, так как они могли теперь обращаться за помощью к врагам Рима. Правители еврейских арабских государств, простиравшихся вдоль торговых маршрутов в Азию через Красное море, ради поддержки своих единоверцев тоже готовы были причинить ущерб римским интересам. Идеологическая суровость достигалась дорогой ценой. Правление Феодосия I тоже отмечено в истории христианства отдельной строкой из-за его распри с епископом Амбросием Медиоланским. В 390 году, после подавления восстания в Фессалониках, Феодосий безжалостно расправился с тысячами его жителей. К изумлению современников, императора чуть позже заметили стоящим в Миланской церкви и кающимся в этой резне. Амбросий отказал ему в причастии. Суеверие выиграло первый тур того, что должно было перерасти в затяжное сражение за гуманизм и просвещение. Остальных властимущих персон пришлось усмирять отлучением от церкви или угрозой такого отлучения. Но тот случай считается первым, когда духовный чин столь твердо проявил характер. Особое значение поступку придает тот факт, что произошло все в западной церкви. Амбросий показал, что его положение как служителя духа выше любого земного императора. Впервые поднималась великая проблема западноевропейской истории, противостояния духовных и светских притязаний, которая потом будет снова и снова возвращать историков в передовое русло конфликта церкви и государства. К тому времени славный для христианства век подходил к концу. Он считается великим веком обращения в христианство, на протяжении которого миссионеры проникли до самой Эфиопии, блистательным веком богословия и, прежде всего, веком становления самого христианского вероисповедания. И все же христианство того века пережило многое, что выглядит сейчас отталкивающим. С признанием их веры христиане обрели власть, которой не приминули воспользоваться. «Мы смотрим на те же самые звезды, те же самые небеса находятся над нами», — обратился один язычник к амбросию медиоландскому. «Та же самая Вселенная окружает нас. Главное состоит в том, каким путем каждый из нас добирается до истины». Но Симмах вопрошал напрасно. На Востоке и Западе характер христианских церквей был упорным и ревностным. Если и существовало различие между этими двумя церквями, то оно лежит между убеждением греков в практически безграничном авторитете обращенной в христианство империи, объединенной в духовной и светской власти, и настороженной подозрительной враждебности ко всему светскому миру, в том числе к государству латинской традиции, которая учила христиан смотреть на себя, как на сохранившийся его осколок, брошенный в моря греха и язычества, спасаться на Ноевом ковчеге церкви. Все-таки надо отдать должное отцам церкви, а также понять причины их тревог и опасений. Для этого современному наблюдателю придется признать притягательную власть суеверия и мистики над всем классическим миром ближе к концу его существования. Признание и образное выражение все это получило в христианстве. Языческие божества, в окружении которых христиане начинали свой земной путь, представлялись им существами настоящими точно так же, как и язычникам. Понтифик пятого столетия обратился за советом к предсказателям, которые должны были ему подсказать, как поступить с готами. Этим, в известной мере, объясняется то ожесточение, с которым преследовались мракобесы и раскольники внутри христианства. Покончить с орианством участникам Первого Никейского собора не удалось. Это направление процветало среди готских народов, и орианское христианство занимало господствующее положение практически на всей территории Италии, Галии и Испании. Католическая церковь не подвергалась гонениям в царствах арианских варваров, ею там просто пренебрегли. А когда все зависело от покровительства монархов и вельмож, пренебрежение могло быть опасным. Еще одну угрозу представляли схизматики-донатисты Африки, заручившиеся общественной поддержкой и спровоцировавшие кровавые конфликты между жителями города и деревни. Опять же, в Африке старая угроза гностицизма снова ожила в манихействе, переселившемся на запад из Персии. Носители еще одной ереси в виде пелагеанства продемонстрировали готовность некоторой части христиан в латинизированной Европе к благожелательному приему варианта христианства, догматами которого правильная жизнь человека подчиняется мистике и причастности. Немногие мужи оказались подходящими по характеру или образованию для того, чтобы осознать суть, проанализировать и повести борьбу с такими опасностями. Самым достойным среди них признан Аврелий Августин, считающийся величайшим из отцов церкви. Главное состоит в том, что он был выходцем из Африки, то есть римской одноименной провинции, территория которой включала приблизительно современный Тунис и восточный Алжир, где Аврелий Августин родился в 354 году. К тому времени африканское христианство существовало уже больше ста лет, но все еще оставалось уделом меньшинства населения.